Большинство уже присутствует, я всех еще раз приветствую на втором семинаре из нашего цикла Феноменология и герменевтика техники и хочу объявить тему сегодняшнего семинара, но она, надеюсь, уже большинству из вас известна, но тем не менее сегодня мы будем говорить о методической философии немецкого ученого Хуга Динглера. Я думаю, что само по себе это событие весьма примечательно для академического сообщества, скажу без ложной скромности. Не припомню вообще ни одного семинара и ни одной лекции на тему философии, науки и техники Хуга Динглера в последние 25 лет. Перевод, который мы сегодня начнем обсуждать, я выбрал два текста для работы. Это «Эксперимент», книга 28-го года и «Методика», статья уже написанная в годы Третьего рейха и опубликованная в журнале Каннштуден. Вот перевод эксперимента был сделан мною четверть века назад под руководством ныне покойного Александра Павловича Огурцова, которому на сердце лежала вообще немецкая философия и немецкая теория науки и техники в частности. Ну, Александр Павлович Огурцов был одним из самых крупных наших эпистемологов и прекрасным специалистом в области и критического рационализма, и конвенционализма, и других научных теорий и школ 20-го века. Я только прекрасно знал творчество Поппера, Куна, Локатоса, Файрабенда. И имя Гуго Динглера, или Хуго Динглера, но я буду и так, и так говорить, оно изначально и для моих учителей, и для меня было вписано именно в этот ряд. Хотя надо сразу сказать, что оно и было знакомо очень немногим, хотя вот в словаре по современной западной философии, который вышел первым изданием, по-моему, в 89-м году, потом было издание 94-го года, под редакцией Владимира Сергеевича Малахова можно найти справочную статью, написанную Татьяной Юрьевной Сидориной. Вот она нас приветствует сейчас. Небольшая справочная статья. Но с тех пор библиография увеличилась, хотя и не настолько, чтобы можно было говорить о каком-то многоплановом исследовании творчества этого автора. Если в конце семинара у вас будут такие вопросы, почему творчество Динглера, в общем, действительно очень крупного исследователя, автора, почти 30 монографий, вы можете себе представить, это огромный труд. Он начал писать в 1910 году, по-моему, первая его работа «Основание геометрии», и закончил он работать уже после войны. В 1953 году вышла одна из его последних книг о владении реальностью, о владении действительностью. Ну, почти, можно сказать, 50 лет творческого пути, огромное наследие, были ученики, но, тем не менее, рецепция в Германии не состоялась. Вот одна из немногих книжек, которая выходила еще в Федеративной Республике Германия, в издательстве «Феликс Майнер Ферлак». Это подборка статей о методике. Это, сейчас я скажу, 87-й год, издана Ульрихом Вайсом, автором работ по истории новоевропейской философии, в частности, о Томасе Гобсе. И, пожалуй, вот Ульрих Вайс, ну, еще, может быть, одно-два имени можно вообще и в немецкой философии академической 90-х, нулевых годов назвать, которые вообще читали Динглера. Ну, а переиздание, вот это единственное переиздание Федеративной Республики Германия. Вот, конечно, вопиющий факт, но есть на то причины и биографические, и идеологические, и содержательные тоже. Вот, опять-таки, повторяю, если будет какой-то интерес и захотите поразмышлять о том, почему вот такая судьба у крупного мыслителя, пожалуйста, можем посвятить этому какое-то время. Но вот сегодня мы будем говорить о Динглере не в контексте, или не столько даже в контексте философии науки, как его обычно позиционируют, но в контексте философии техники. И мне кажется, что это тоже достаточно инновационный подход и весьма и весьма эвристичный, потому что мы с вами здесь можем увидеть именно в этом аспекте массу интересных пересечений из теории Шеллера, с которой мы знакомились на прошлом занятии, и с хайдеггеровской теорией подручного, хайдеггеровским понятием наброска, как одного из экзистенциалов, дозайн существования человека в мире. Вообще Динглер именно в плане философии техники очень хорошо вписывается в контекст Веймарской республики, в контекст 20-х, начала 30-х годов, когда на подъеме как раз была инженерная мысль в Германии, когда очень многие профессиональные инженеры, дипломированные инженеры, как их называют в Германии, начинали заниматься философскими проблемами науки и инженерного творчества под эгидой Союза немецких инженеров. Это очень крупная общественная организация в Германии, которая существует до сих пор. И вот я думаю, что у нас сегодня есть такой уникальный шанс взглянуть в том числе и на хайдеггеровскую философию, но о хайдеггере мы отдельно будем говорить, но и на философию Гуссерля именно в свете вот этих интеллектуальных течений, которые имели место в Германии. Действительно, хотя Хайдеггер не цитирует Динглера, Динглер не цитирует Хайдеггера, Динглер занимался больше историей науки, Хайдеггер, понятно, фундаментальной антологией, но тем не менее общий интерес, общие точки напряжения, силовые поля, они очень хорошо прослеживаются. Вот. Ну что ж, я все-таки позволю себе немножко ввести в философский контекст аудиторию, потом мы постепенно переключимся на чтение текстов. Первая пара у нас будет посвящена эксперименту, может быть, захватим вторую пару, а дальше уже будем читать методику. Значит, как принято характеризовать философскую концепцию Динглера в небольшой литературе по этому вопросу? Перед нами, прежде всего, нормативно-конструктивистская теория науки. Таким образом, Динглера можно здесь уже позиционировать в контексте конструктивизма, отчасти даже в контексте прагматизма, и некоторые сближают его с конвенционализмом. Ну, в частности, такую оценку Динглеровского проекта можно найти в книге Поппера «Логика и рост научного знания». Там Динглер эксплицитно упоминается, сравнивается с Андри Пон Каре и относится Поппером к конвенционализму, что, в общем, большинством исследователей ставится под сомнение. Такая вот оценка пусть и авторитетного философа и ученого, но все-таки не специалиста. В общем, для меня Динглер – это конструктивизм в общем и целом с уклоном в такой прагматизм. Я его сравниваю с теорией Пола Бриджмена, такого англосаксонского теоретика науки чуть более позднего времени. Но если мы посмотрим на философскую родословную, что ли, Динглера, то помимо учителей из области математики, там отметились такие крупные фигуры, как Дэвид Гилберт или Феликс Клайн, имена, которые известны даже тем, кто не занимается специально математикой, историей математики. Помимо этих крупных фигур мы найдем там в том числе и Эдмунда Гуссерля, чьи семинары и лекции Динглер посещал в Геттингене. Каких-то более подробных деталей относительно личного общения, знакомства у нас нет. Динглер ссылается на Гуссерля нечасто, но ссылки попадаются. Он упоминает, работает с понятием феноменологический, но исследователи феноменологического движения в Германии, они Динглера не упоминают в этом контексте, что мне кажется на самом деле большим упущением опять-таки и в этом плане. И я сегодня крайне заинтересован в том, чтобы мы с вами именно постарались вычленить некоторые феноменологические ходы в рассуждениях Динглера об эксперименте, о мануальной составляющей эксперимента. Значит, что определяет круг задачи Динглера, которые он наметил себе, судя по всему, уже очень рано, еще до Первой мировой войны. Как я сказал, первая его работа серьезная – это «Grundlagen der Geometrie» на 1910 год. И на протяжении всей своей жизни он этот спектр задач решал, уточнял. Так что в конце мы имеем дело действительно с такой очень убедительной масштабной попыткой выстраивания науки как эпистемы, как системы непротиворечивого знания, что, опять-таки, было вполне в духе эпохи. Вот мне вчера пришла с бандеролью книга Андрея Паткуля. Вот Андрей Борисович, не знаю, с нами сейчас или нет. Но вот замечательный труд, посвященный как раз Хайдегеру в аспекте обоснования науки как антологического проекта. Научная антология, использует Андрей Борисович такое понятие. И мне очень нравится, на самом деле, эта перспектива, потому что действительно умы вот этого поколения философов, они были современниками неокантианства, были заняты, по сути, кантовской проблемой нового обоснования научного знания. И не случайно, да, я здесь упомянул, имена Кляйна, Гилберта, вот эти крупнейшие математики, они на самом деле являются символом того кризиса научных оснований, который породил неэвклидовую геометрию и не ньютонианскую физику. Собственно, вот этот такой фактический момент в истории науки должен быть связан с поисками новых основоположений знания, которые велись внутри философского сообщества, которое также не было едино, само собой, разумеется, и, с одной стороны, представляло группу неокантианцев, пожалуй, самое сильное течение в академической философии рубежа 19-20 века, с другой стороны, это была феноменология. И если вы читали первые страницы эксперимента, то вы увидели наверняка, с какой язвительностью Динглер описывает неокантианские попытки превратить реальность в облако чисел. Вот так сейчас бы какой-нибудь феноменолог, наверное, критиковал тренды по диджитализации общества и гуманитарного знания. Там у него Динглера замечательный просто образ, очень актуальный, Вольке фон Цаллен, то есть превращение действительности в облако, в клауд. Так вот, перед Динглером, так же, как и перед Хайдегером, и перед Шелером, и перед Гусерлем, само собой, разумеется, стоит задача Neugrundung der Wissenschaft, нового обоснования науки, что для феноменолога означает построение теории, лишенные метафизических предпосылок. Именно вот в кантовском смысле критики метафизики. И заслуга Динглера заключается в том, что он в этой ситуации кризиса геометрии, физики, одним из первых, понял связь геометрической реальности с практической стороной человеческого бытия. Потом эту линию будет развивать Эрлангенская школа конструктивизма, представленная именами Пауля Лоренцена и Юргена Миттельштрасса, самые известные, пожалуй, фигуры в немецкой философии науки второй половины 20 века, но Динглер был здесь одним из первых. И вот эта задача, это довольно-таки честолюбивое предприятие, роднит его с феноменологией Гуссерля, с одной стороны, фундаментальной антологии Хайдегера. Для Динглера, простите, способом преодолеть кризис оснований логики, математики и физики, вот три дисциплины, оказывается не что иное, как возвращение науки ее реального жизненного содержания. И эта программа обнаруживает немало сходств и с теорией жизненного мира у Гуссерля, в кризисе европейских наук, и с различием развлечений между наличным и подручным бытием у Хайдегера в бытии и времени. Следующий такой важный момент именно уже для философии техники, который сближает Динглера с поисками феноменологов того времени, Шеллером, Хайдегером, это совершенно однозначный примат техники, собственно, перед наукой. Хотя Динглер, я здесь должен оговориться, так это нигде не формулирует. Вообще понятие техники у него встречается крайне редко, и он показывает всеми своими публикациями, что это его не особенно интересует, его интересует фундаментальная наука. Но, тем не менее, наша задача как раз заключается в том, чтобы выделить значение философии техники. Как это происходит? Почему техника предшествует науке? То, что мы видели у Шеллера на прошлом семинаре. Это, значит, опять-таки, эту тему нужно начать развивать с сопоставления с Гуссами. У Гусселя, как мы с вами знаем, имеет место стремление к абсолютному обоснованию научного знания. Причем Гуссель доказывает, что нормативные науки должны опираться на науки теоретические. А вот Динглер как раз исходит из прямо противоположной в точки зрения, опять-таки, скорее близкой Хайдегеру, что всякая позитивная деятельность, позитивно-научная деятельность по познанию действительности необходимым образом конструктивна. И последние основания науки необходимо искать не в сознании, а в последовательностях, осуществляемых человеческим телом, последовательностях действий. И это рассуждение подводит Динглера к тому, что теория научного знания укореняется им в донаучных, дорефлексивных, докатегориальных областях. Однако методика, а Динглер дает уже довольно поздно своему проекту название методики, требует исключить из вот этого донаучного знания не только научные предрассудки, которые в этом дотеоретическом знании гнездятся в изобилии, как мы понимаем, полученные через образование, через повседневный опыт. Но и вообще любые другие теоретико-познавательные предпосылки должны быть исключены. Оставляем мы только действия, которые ведут нас к научному познанию действительности. А что это за действия, спросим мы? А это и есть как раз технические действия. Вот это техны, как некоторое искусство производства вещей из подручного материала, которые осуществляют инженеры. Таким образом получается, что техника методически предшествует научному знанию. Если мы хотим иметь стройную, надежную эпистемию, то деятельность, которая к этому зданию ведет, тоже должна быть надежной и, как говорится, bene fundatum, хорошо обоснованной. Гуссерль вполне в духе платонизма, Гуссерль такой вот на мозгу костей платоник, вполне, да, в этом смысле традиционно считает, что всякая деятельность уже предполагает знания. Однако Динглер рассматривает деятельность не как спонтанную, а как руководствующуюся определенными принципами. В этом смысле нужно различать между теоретическим знанием и целенаправленной деятельностью. Zielgerichte Handlung или Zielorientierte Handlung можно использовать веберовское понятие цели рациональных действий. Любое знание, говорит Динглер, есть факт, по-немецки тат-захэ, а факт есть следствие делания чего-то, ди-тат. Поэтому Динглер четко различает с одной стороны знание, которое является продуктом деятельности, и область нормативных принципов, которые лежат в основе всякой целенаправленной деятельности. И вот как раз методика и есть способ обоснования такого знания. Подытоживаем это небольшое рассуждение. Методика это и есть в собственном смысле Динглеровская философия техники. теперь давайте подойдем с другой стороны, которая также очень важна для всей вот этой систематической конструкции, а именно подойдем к принципу воли. Динглера часто называют волюнтаристом, на мой взгляд, тоже не совсем корректно, потому что Динглер для этого специально придумал слово децернисмус, децернизм по-русски от децернера принимать решения и в отличие от волюнтаризма, где воля полагается как метафизический принцип, децернизм говорит о в очень узком ключе об исходных положениях науки, которые мы традиционно называем аксиомами, не как данными нам в созерцании, но как некоторых волевых принципах или волеутверждениях. Он использует понятие виллен-зеце. Вот этот тоже момент я прошу вас запомнить и как-то вот для себя отметить. Значит, эксперимент обращаясь к вашему недавнему опыту чтения, книга «Эксперимент» начинается с того, что Динглер в общем отвергает такой укоренившийся в литературе о истории науки образ, что человек задает вопросы природе, а природа на эти вопросы отвечает или же как Фаусте Гёте с помощью разного рода рычагов, болтов и прочих инструментария естествоиспытатель выпытывает у природы эти ответы на вопросы, которые он ставит. Динглер отметает этот образ как совершенно неверный, как искажающий по его мнению методическую последовательность шагов техника, инженера, экспериментатора, ученого в отношении к наличному природному бытию. Почему? Потому что для Динглера, как и для Шеллера, напоминаю, основная цель науки это не описание природы, а однозначное, это его понятие, индойтых, однозначное, практическое и духовное овладение действительностью. По-немецки Ergreifung des Wirklichen. Ergreifung des Wirklichen. Стало быть, наука представляется нам как такая грандиозная совокупность действий, направленных на то, чтобы вызывать в действительности однозначные изменения, потому что контролировать и овладевать можно только тем, что произведено самим действующим и познающим субъектом. Человек прообразует действительность так, что в начале вот этой цепочки действий находится некое движение нашего тела, а в конце предсказанный или предсказуемый в принципе желаемый результат. Значит, наука не просто познает и описывает, наука производит, конструирует определенные объекты и процессы, ну, например, ядерный синтез, например, ядерный синтез. И поэтому, чтобы обозначить активный практический характер науки, Дзинглер вводит неологизм, тоже очень хорошо играющий в контексте нашего разговора. Мы знаем, как будет звучать имя науки на немецком языке. Кто мне подскажет? Wissenschaft. Wissenschaft, совершенно верно. Один говорит, что наука это не Wissenschaft, а Könenschaft. Вот, давайте мы сейчас просто опять-таки поднимем свой свежий читательский опыт. У кого из философов начала XX века используются похожие неологизмы? Я думаю, что это простой вопрос, потому что все читали... Макс Scheller. Ну, Scheller, да, но мы все недавно читали черные тетради. Да, вот Катя Хан уже написала Machenschaft. Конечно, вот Könenschaft, Machenschaft. У Ханса Фраера есть тоже похожие размышления о том, что техника производит не знания, она производит чистые потенции, чистые возможности, которые не привязаны ни к какой телеологии, которые сами задают неким случайным образом телеологию. Вот я бы хотел здесь, ну, Сергей Владимирович правильно сказал, что у Шеллера это было. Вот я просто напомню пассаж, который мы с вами читали о Беконе, Бекон писал Шеллер в психологии знания, неверно понял сущность науки и техники. Утилитаризм не только не осознает истинной значимости и статуса духовных благ и ценностей, он не видит той ведущей шестерни, что приводит движение всю современную технику. главная ценность определяющей развитие новой техники заключается вовсе не в том, чтобы придумывать экономичные или полезные машины, она предполагает нечто куда более высокое. Она замахивается на то, чтобы сконструировать так сказать все возможные машины. Конечно, сначала лишь мысленно в виде плана, с помощью которых, если понадобится, можно было бы управлять природой в любых целях, будь то полезных, или бесполезных. Великие столетия открытия изобретений вдохновляла идея и ценность человеческой власти над природой и человеческой свободы от природы, а вовсе не одна только мысль об ее использовании. Речь идет об инстинкте власти, о формирующемся преобладании инстинкта как в отношении природы, так и в отношении всех других инстинктов. Конец цитат. Если для Шеллера это скорее я думаю здесь вы со мной согласитесь скорее такая негативная культур критическая оценка вот этого махт триб инстинкта власти, то у Дзинглера скорее звучат очень позитивные и такие оптимистические даже можно сказать технократические ноты. При в общем-то совершенно идентичном я бы сказал описании феномена господства и преобладания техники над наукой у них прямо противоположные именно что аксиологические оценки этого явления, что имеет тоже под собой свои основания и причины, но о них мы сейчас не будем говорить. Я думаю, что мы еще вернемся к вопросу о том, как именно проект определяет инженерное творчество. В любом случае, я хотел бы здесь привести одну цитату, закончить на этой цитате и переключиться уже на обсуждение текста. Для меня самым важным результатом разговора о Дзинглере является некоторая экспликация именно этой самой идеи проективности, которая лежит в основе инженерного творчества. Цитата из книги «Эксперимент», четвертая глава, седьмой параграф, новая априори. Мы с вами будем этот параграф сегодня разбирать. Во всех случаях, пишет Динглер, где идет речь об изготовлении предметов по образованному мной заранее плану, этот вид априори всплывает всегда. Когда мастер строит дом по определенному плану, он в состоянии предсказать на основании своего плана свойства дома. Точно таким же образом, когда техник строит машину или мост, или когда в политике какой-нибудь человек, обладающий властью, организует определенное законодательство или форму экономики. Вот. Ну, на этом фрагменте, на этой цитате я заканчиваю, и мы с вами переключаемся на вопросы по книге «Эксперимент». Значит, здесь мы с вами, можно сказать, движемся хронологически. Шеллер, которого мы разбирали, это «Социология знания», была написана в промежутке между 1924 и 1926 годом. «Эксперимент» – это книга 1928 года. Ну, на одном из последующих семинаров у нас будет «Бытие и время», параграф из «Бытие и времени» 1927 года. То есть, это вот два-три года, в которые происходит очень много интересного в немецкой философии. И надо сказать, что в 1926 году, за два года до эксперимента, Динглер публикует книгу, пожалуй, одной из самых известных книг, называется «Der zusammenbruch der Wissenschaft und primat der философии», «Крушение науки и примат философии». Вот, где как раз очень пространно и рассуждает о кризисе оснований науки, требует, выдвигает как бы новую программу такого инженерно-технического, конструктивистского обоснования научного знания. вот, ну что, первый вопрос, да, мы, естественно, будем читать не все, слог Динглера, ну, нельзя сказать, чтобы был совсем уже такой сухой и позитивистский, да, он все-таки пишет, как мне представляется, гораздо интереснее и увлекательнее, чем там, Дильтой или Гуссерль, вот, но и в то же время не такой, может быть, провокативный, как так как Хайдеггеровский стиль, вот, нечто среднее такое. И первый вопрос, который я сформулировал, звучит так, в чем заключается сущность измерительного и конструирующего эксперимента согласно Динглеру каковы основные части эксперимента. Вот, я, естественно, прошу прежде всего включаться студентов и студенток, вот, и отвечать на вопрос максимально предельно с цитатами из текста, вот, и, конечно, жду от вас комментариев и так далее, и так далее. Пожалуйста. Я сразу адресую вас к третьему параграфу в файле, который вы получили, это отсканированный файл страниц журнал вопрос философии 97-го года, там такими уголками от руки помечены фрагменты, с которыми мы работаем на семинаре. Это 103-я страница и далее. Что такое эксперимент, каковы его сущностные характеристики, из каких элементов он состоит? Петр Филатов, пожалуйста. Да, эксперимент получается это некоторая изолированная изоляция некоторого процесса связанная с измерением. Буквально цитата, если я правильно ее выписал, изоляция одного действия, которое в общем процессе переживаний не воспринимается непосредственно. И как пример Динклер приводит измерение, выделение длины как главного качества предмета при измерении его. У меня вопрос такой, а зачем нам изолировать явление? Почему не можем рассматривать сразу весь комплекс явлений для получения изначально какой-то более полной и объемной масштабной картины? Зачем нам нужна изоляция явлений? Почему Динклер настаивает на этом? Потому что нам нужна некоторая однозначность наших результатов исследования. Мы можем выделять измерительно какую-то только одну черту, не можем сразу получить много характеристик одним измерением, нам нужно через одно измерение получить один какой-то результат. Хорошо, Александр Переплеткин поднимал руку. Друзья, пока что у меня тянет интернет и я думаю, что вы можете включать камеры, когда отвечаете, в любом случае, пожалуйста, включайте. Пожалуйста, Александр. Да, как раз там был приведен конкретный пример, который, в принципе, показывал, почему именно эта изоляция является необходимой. то есть там был, мы когда, допустим, желаем изменить длину, чего бы то ни было, мы используем сантиметр, специальное устройство для его измерения, мы в данном случае изолируем, как бы абстрагируемся от всего остального предмета, который мы измеряем, и фокусируемся именно на таком аспекте данного предмета, как его длина, а то, что он какого цвета, какая его масса, это чисто технически не является важным при данном эксперименте. Все правильно, значит, хорошо, целью, ради которой мы изолируем явление, является действительно получение однозначного постоянного результата, который гарантирует повторяемость и универсальность эксперимента. Мы должны быть уверены в том, что реакция пациентов, условно говоря, на получение вакцины в России в определенном месте, определенное время, при определенном состоянии пациента, не должна сильно отличаться от реакции пациента на ту же самую вакцину в Германии, в Финляндии или где-нибудь в ЮАР, при прочих равных условиях. Это все понятно. Вот если мы как бы вспомним, что Динглер пытается извлечь из самого понятия опыта, который лежит в основе эксперимента, как некоторой методической процедуры, то чему учит нас само слово, сама этимология, вот он этому внимание тоже уделяет. Как бы могли мы определить эксперимент с помощью слова опыт? Понятно, что эксперимент и опыт это не синонимы, но тем не менее понятие опыта можно использовать. Ну, вообще опыт в немецком языке это эрфарминг, и для Динглера это важный момент, потому что в нем есть вот этот корень фарм, который обозначает движение некоторое, то есть эксперимент это динамический процесс, не какое-то одно единственное, один-единственный момент во времени. То есть он предполагает некоторое активное взаимодействие субъекта и объекта или движение просто движение субъекта внутрь природных явлений. Вот правильно Елена написала в чате, что эксперимент имеет активный элемент, а опыт нет. Опыт мы часто подождествляем с наблюдением. Вот эксперимент это, если хотите, активный опыт. Теперь следующий вопрос. Из каких элементов, из каких кирпичиков, кирпичиков, как я это говорю в переводе Бауштайна по-немецки, состоит эксперимент. элементы, из которых строится любой эксперимент по Динглеру. И здесь мы вплотную приближаемся к методическому, к фенологическому описанию эксперимента. Да, Елена Воеводина, пожалуйста. Пошу прощения, что буду без камеры, технические особенности. Если я правильно понимаю, Динглеру пишет, что этими кирпичиками эксперимента являются не только непосредственно те действия, которые экспериментатор прилагает активно к природе или к опыту с помощью измерительных инструментов, но и все то, что было предпринято для создания этих измерительных инструментов. То есть все то подготовительное, что обычно мы отметаем как не относящиеся непосредственно к экспериментированию, Динглером обозначается как те самые базовые и очень важные кирпичики, если я правильно понимаю. Да. Хорошо. Это кто сейчас говорил? Это Елена Воеводина. У меня такой низкий голос, да. Понятно. Ну, я просто просил включать камеру или у вас нет возможности? К сожалению, технически не получается. Ясно. Ну, хорошо. Значит, еще что мы можем добавить? Совершенно верно было сказано Александр Переплеткин. Так вот, насчет этих кирпичиков. Стоит еще добавить, в принципе, что Динглер, когда говорит о том, что, в принципе, чтобы эксперимент был ценным, он должен быть воспроизводимым, что, когда говорят о воспроизводимости эксперимента, зачастую забывают как раз именно об этих кирпичиках, которые как раз сам эксперимент и конституируют. В принципе, поэтому существует также необходимость в том, чтобы эти кирпичики тоже были воспроизводимы. воспроизводимы. И если же допустим в определенных условиях у нас не может быть допустим определенных кирпичиков, допустим там температурная разница и это, то должен быть какой-то метод конвертации одних кирпичиков в другие. Хорошо. Ну вот здесь я предлагаю перейти уже ко второму вопросу и найти в тексте ответ в соответствии с какой фенологической процедурой выделяются из реальности эти элементы экспериментальной деятельности. Вот Владимир Орлов готов отвечать, насколько я понимаю. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это на 106-й странице последний абзац. Только, к сожалению, я не смог найти конкретно о чем он говорит, но я позволю себя процитировать и предположить, какой же все-таки это метод. Значит, цитаты. Здесь на первом фундаменте повторного узнавания определенного должна существовать определимость бештимбаркайт, которая искроет исключительно из меня самого, так как лишь в этом случае она должна стать основой, чтобы исходя из нее определять другие тожества. Я могу предположить, что этот метод определимости, но, насколько я знаю, такого нет, поэтому я попробую предположить, что это редукция, так как для определения тождеств нужно редуцировать до кирпичков и доходить до их сути. Хорошо, да, мне нравится ваш ответ. есть еще на 114-й странице тоже один такой заход в область фенологического восприятия, где как раз речь идет о фенологическом определении тождества и различия. Александр. В принципе, да, действительно было сказано верно о необходимости как раз феноменологической редукции, но в принципе сама редукция еще недостаточно. Нам нужен метод феноменологической дискрипции, чтобы непосредственно определить определенные смысловые данности, а именно эти кирпичики. то есть как бы редукция здесь выступает в качестве фундамента дискрипции, но дискрипция как раз является самостоятельным методом, который непосредственно позволяет получить эти кирпичики. Да, ну вот у Динглера есть еще такая довольно своеобразная формулировка этих этого принципа, но он не различает здесь редукцию и дискрипцию, но формулирует, обозначает эту процедуру как relations accountnis по-немецки. Сейчас я напишу это в чате. relations accountnis на 108 странице встречается ну буквально это распознавание отношений, распознавание отношений. Вот как он о каких отношениях идет речь и что этот принцип распознавания отношений нам позволяет выявить, что в дальнейшем будет играть для него как раз очень конструктивную роль, когда речь пойдет о шлифовке и подгонке трех пластин. Ну, я вижу тут небольшое затруднение. Динглер осуждает о том, что мы можем воспринимать схожесть двух непосредственных восприятий. Схожесть двух непосредственных восприятий. Вот это тождество двух восприятий является само предметом восприятия, предметом интенционального акта. как бы Гуссель в этих случаях говорит о параллельном интенциональном акте, когда мы не только допустим можем воспринимать какие-то звуки, но одновременно мы еще и осознаем, что мы слушаем музыку. Так и здесь мы не только фиксируем, что перед нами два восприятия, мы еще и прямо воспринимаем их неразличимость друг от друга. Дингер так формулирует принцип непосредственной узнаваемости, опознаваемости, нехватки различия. Когда мы сравниваем два восприятия, например, два восприятия цвета, вот он говорит о восприятии плоскости и не замечаем различий в двух восприятиях, то мы можем сказать, что они тождественны. Вот он собственно логическое понятие тождества выводит фенологическим путем из этого распознавания отношений. Понятен этот момент, да? но вы совершенно правильно отметили, что у Гуссерля это было разложено на два процедуры, связанные между собой феномагическую редукцию и феномагическую дискрипцию. Но поскольку Динглер не ставит перед собой таких задач феномагического анализа сознания, он просто берет как бы некоторый общий результат и применяет его в своих целях. А какие же у него цели? Вот это третий вопрос. Третий вопрос. Я его обозначил следующим образом. Эксперимент как трактовка по-немецки behandelн трактовка реальности с помощью однозначно воспроизводимых форм по-немецки форм gestalten. Пожалуйста опишите каким образом происходит производство техническое производство плоскости в ходе так называемого drei platen verfahren и в чем его значение для технической и научной деятельности. Пожалуйста. Это вот можно сказать такая фишка Динглера которую упоминают практически все исследователи. Вот он описывает этот процесс шлифовки еще в своей ранней работе об основании геометрии и потом он у него как такой парадигмальный пример кочует из книги в книгу. Понимаете он здесь почти можно сказать как уподобляется Аристотелю который тоже очень многие свои философские теории выводит из наблюдения за работой ремесленников врачей в том числе вот я бы сказал что если для Гусарля образцом является Платон для Динглера безусловно Аристотель такой образец в науке ну пожалуйста кто может описать этот эту процедуру шлифовки и показать каким образом понятие плоскости образ плоскости выводится из этой из этой процедуры собственно заявка Динглера звучит именно именно так это очень серьезная заявка с далеко идущими следствиями он хочет сказать что образ прямой плоскости как база геометрии вообще-то не случайно возникает не является результатом теоретического созерцания идей а связано с практическим вмешательством человека в отношении реального мира так ну Илья пожалуйста вы можете включить камеру или вы только в чате общаетесь камера у меня работает ну вот Илья я сейчас вас вижу пожалуйста да ну да я только позволю себе при этой части дискуссии Динглера описывает здесь процесс приведения как бы природного материала в том числе производственной практики вот к той самой однозначности форм которые вырабатываются как в научном знании он например вот вводит такое понятие как матричный как там это эмпирический матричный приоризм то есть предполагающий что всякая деятельность укорененная как бы научным знанием она предполагает то что материал приводится к однозначности ну например он приводит к примеру того технической деятельности. Для того, чтобы это произошло, необходимо сначала привести любой материал к фигуре плоскости, а после уже этого как бы соотносится эта фигура с нормативным пониманием геометрическим плоскости, и на основании уже этого понимания либо отбрасывается этот материал как регионный, либо наоборот принимается как годный. Шлифов, я думаю, как я понимаю его проекта, исследование эксперимента – это, в общем-то, и есть основное содержание экспериментальной деятельности, не как получение знания, а как производство новых форм. Да, ну, все верно. А вот меня интересует такой вопрос, как он здесь связывает практическое и теоретическое. Мы поняли, что техника лежит в основе науки, практика фундирует теорию, но все-таки плоскость, линия, твердое тело – это геометрические и физические понятия, «бегрифы» по-немецки, «concepts» по-английски. Вот как из некоторой мануальной процедуры мы выводим эти самые понятия? Вот, Елена, пожалуйста. Если я правильно поняла, у него был на 109-й странице такой развернутый по пункту описание, он объясняет вот это самое понятие о твердом, или же, как он говорит, вернее, было бы сказать, не деформируемом теле, он объясняет это чисто логически и геометрически про повторение движения линий, ну, в принципе, та эта самая ехлидовая геометрия. И если я правильно его понимаю, он имел в виду, что инженер, мастер на заводе, который проводит чисто эмпирическое материальное сравнение между тем, подходят ли две созданные, отшлифованные им плоскости S1 и S2 к другой идеальной плоскости S3, если они полностью совпадают, то, по сути дела, то, что он производит, это то же самое, что мы можем объяснить вот этими помпунктными логическими последовательностями, что это какие-то реакции, если я правильно понимаю. Да, совершенно верно. И здесь мы можем, правда ли, Телена говорить о дефиниции, так? Вот он использует навязчиво это понятие, дефиницион. По-немецки, по-русски дефиниция значит определение, правда ведь? Вот, от латинского финира заканчивать дефинира, то есть приводить к окончательной форме, к окончательному виду. Собственно, вот еще один такой этимологический заход позволяет Динглеру вернуть базовые геометрические понятия к реальности, укоренить их в практической деятельности. То есть, вот эта вот позиция, она дает ему критерии для различия объективных и реальных теорий математики. Что мы можем в этом отношении сказать о реальности, реальности евклидовой геометрии, объективных теорий математики много. Есть, ну, к моменту работы Динглера уже была, значит, не евклидовая геометрия Лобачевского, не евклидовая геометрия Меньковского. Вот, все прекрасно он как бы это все принимает, но только евклидовая геометрия, с его точки зрения, имеет какое-то особое положение, занимает совершенно особое место. Вот в чем особое место евклидовой геометрии? И чем она отличается от неевклидовой геометрии? Александр, и Олег, вот дайте Олег. Олег еще не выступал у нас сегодня. Да, ну, евклидовая геометрия, получается, фундирована в практике, в отличие от всех остальных. Ну, я хотел задать вопрос, может быть, я сразу забегу вперед. Какой тогда, с точки зрения Динглера, имеют статус другие геометрии? Вот, значит, другие геометрии, ну, может, кто-то хочет ответить на этот вопрос. Что я буду отвечать? В принципе, да. Ну, так, значит, Александр хочет ответить, да? Ага, пожалуйста. Особенность как раз евклидовой геометрии состоит, скорее, не в том, что она является абсолютно объективной и так далее, а именно в том, что она единственная из тех вообще геометрий, которая вообще пригодна для практической деятельности. все же остальные, они, хотя могут быть, в принципе, тоже, не говоришь, что они все абсолютно ложные там и так далее, но для практики они не годятся. Хорошо. Это один, пожалуй, самый ключевой момент, что только евклидовой геометрии годится для практики. В языке Динглера это, он ее называет реальной геометрией, реальной геометрией, вот, хотя другие геометрии, они объективные тоже претендуют на научную объективность. В чем, как бы, тогда заключается их функционал? Ну, вот, не знаю, Владимир Орлов руку поднимает. Это актуально еще? Ну, у меня тоже было по поводу геометрии, но я хотел отметить, как бы, в терминах текста, как бы, неевклидовые геометрии, они не просто неуплотимы на практике, точнее, они действительно неуплотимы на практике, но, в частности, просто по ним невозможно поставить эксперимент, и поэтому они вот неуплотимы уже на практике, то есть вот так. Да, да, то есть, хорошо, еще Андрюс, пожалуйста. Мне кажется, что попытка создать какую-то новую геометрию, нулевую Евклидову, в отличную от Евклидовой, вот классической геометрии, да, это просто попытка какая-то, ну, новый язык математики изобрести, то есть, самое главное для нас, как, так сказать, существ, которые способны познавать объективную реальность и более того, изменять ее с помощью техники, это тот факт, что инженер, например, не может работать в трехмерной плоскости, он всегда должен брать какую-то проекцию плоскости, и он всегда работает с двухмерной проекцией, там, в каком-то, автокаде, он, то есть, у него есть объемная модель, там, допустим, какой-то гайки, например, еще что-то, там, машины, и он, ну, ну, человеческий, человек не способен взять и сразу работать, ну, то есть, в трех измерях он берет какую-то плоскость, и проецирует ее на, собственно, на X и Y. Человек, человеческий мозг не способен воспринимать трехмерную реальность вот в полном ее объеме, в конкретную, в конкретный момент времени, в какой-то, вот, в культуру, да, то есть, если мы берем какой-то инженерный проект и начинаем его как-то редактировать, там, смотреть, что, кого там, как, то нам нужно остановиться в данный момент времени и зафиксировать данный какой-то, вот, чертеж в двумерной проекции и не в трехмерной, вот, поэтому... Хорошо, да, ну, Андрис продолжает мысль, да, у Динглера, по-моему, этого нету, про то, что мы не можем в сознании оперировать трехмерной реальностью, вот, нам нужна обязательно проективная геометрия для этого, но это совершенно справедливое замечание, что касается неэвклидовых, то вот уже написали девушки Елена, что, значит, эвклидовая геометрия – это эталон, под который подгоняются приборы и инструменты, то есть, она имеет нормирующий смысл, да, а Мария Стенин написала, что остальные Динглера называют логическим шаблоном, и это тоже верно, то есть, мы можем сказать, что неэвклидовые геометрии – это лишь формальные конструкции, которые способны выполнять роль установления функциональных связей в эмпирической науке, но не осуществлять эксперименты, то есть, все эксперименты, которые мы осуществляем, мы осуществляем на основании тех форм, которые буквально прописаны в реальности на основании действительно инженерных манипуляций, вот, и этот момент привел Динглера к известному конфликту с физикой Эйнштейна, как вы можете догадаться. Да, так, Анастасия Панкова, сама геометрия может считаться методом для изменения пространства его содержания, и Катя Хан приводит цитату на 111-й странице, данные нами дефиниции вытекают уже из того, что кто-то осознанно или неосознанно стремится к однозначной определенности постоянно для нас элементарных форм. Да, спасибо. Андрюс, еще какое замечание? Не, я просто хотел подметить, что Евклидову диаметру изначально Евклид ее писал без картинок, то есть, то, что там же все теоремы были прописаны, то есть, это была исключительно созерцательная процедура и не имела практического применения, в общем, вот, это, мне кажется, важно отметить. Ну, да, мы также можем вспомнить, что сам Евклид писал книгу «Начало. Архай» под большим влиянием Платона и его школы, но здесь мы должны две эти вещи различать, да, с одной стороны, возникновение геометрии как теоретической системы, как системы аксиоматика дедуктивных выводов, из аксиом и попытки описания или реконструкции генезиса геометрии. Это одно другому не противоречит, потому что есть огромные исследования относительно той же вот греческой геометрии, но мы знаем такую распространенную точку зрения, что греческая наука вообще отличается от восточной науки, египетской, вавилонской, именно своим теоретическим интересом, своей ориентированностью на созерцание, в то время как в основе математики Египта, вавилона, лежат именно практика, религиозные потребности и интересы. Это все так, греки действительно обосновывают свою эпистемию как чистую теорию, но в то же время есть исследования ученых, там Негги Бауэра, еще ряда авторов, которые показывают, что тот же Фалес доказывал все свои теоремы относительно углов треугольника, просто вырезая из папируса треугольник и тупо складывая его по швам. Опять же, пифагорейская математика основана на определенных манипуляциях с камушками, с палочками. Пифагорейцы, когда рассуждали о математических отношениях внутри каких-то сложных объектов, они просто выкладывали из этих самых камушков, которые служили для них символами единиц в некоторой конструкции. Это тоже хорошо показано историками науки. То есть тут два вопроса разных. Само обоснование научного знания в культуре, действительно, тот образ науки, который нам достается от греков, это образ теоретической науки. И ее собственный генезис, это два разных вопроса. Олег Василовский. Да, ну вот я боюсь, что мне здесь просто не хватает физико-математического бэкграунда, чтобы об этом судить. Но мне не совсем понятно, где вообще проходят границы между практикой и непрактикой. Если невклидовая система лучше подходит для изложения физики, то есть теории относительности, то почему это нельзя считать практикой? Если она описывает наш мир на макроуровне лучше, чем евклидовое пространство? Ну, смотрите, тут может кто-то хочет ответить. Есть на это что-то мнение? Анастасия? Да, ну у меня реплика другого характера, нежели ответ относительно. Возможно, она будет частью ответа в каком-то смысле. Дальше уже насчет вообще геометрии геометрии и плоскости. Также Динглер пишет про Буанкаре и про высказывания, которые он совершает, и про значения их. То есть, наверное, само по себе такое формулирование правила геометрии безотносительно человека в нем создает само по себе ценность системе, которая описывается. И это, я думаю, является существенным в объяснении ценности геометрии вообще. И про это как раз в тексте прямо написано на представленном примере. То есть, некоторый фактор независимости от человека придает значение этой системе, как ни странно. Сам факт этой возможности различения. Возможно, потому что, выражаясь уже вне текста, вне сервина текста, у этой системы есть больше, так сказать, агентности. Хотя сам бы автор, конечно, наверное, сказал, что сама система может являться уже методом, который мы можем использовать. И поэтому она от нас в каком-то смысле независима. Ну вот, реплика, и я думаю, она частично, возможно, покрывает ответ на вопрос Олега. А Андрис? Я подумал сейчас, что вот евклидовая диаметрия, она строится на некоторой однозначности, то есть, на точке. То есть, точка как некоторая база, ну, некоторый базис. В то время как математика уже современная, она привносит некоторую, некоторые нотки относительности. Ну, то есть, как бы нам без разницы, как бы Земля вокруг Солнца вертится или Солнце вокруг Земли, как смотря в какую мы возьмем точку отсчета, Землю или Солнце. В то время как для классической науки, для классического понимания диаметрии важен все-таки центр. То есть, нет вот этой двойственности как бы женских. Да, нет. Ну, конечно, это очень правильный ход мысли. Ну, скажем так, Динвер считал, что неевклидовая геометрия и физика Эйнштейна, будучи, в общем-то, истинной теорией, да, внутренне непротиворечивой, она все-таки работает с воображаемой реальностью, вот, и в этом смысле является глубоко конвенциональной. Ну, достаточно вспомнить, что Пуанкаре пишет, отталкиваясь от неевклидовых геометрий, что нам просто ничего не стоит вообразить себе мир, вот, в котором две параллельные прямые пересекаются. Давайте работать с таким миром. Вот, окей, но Динвер говорит, что мы тогда не выйдем за пределы облака чисел. То есть, эта наука будет по-прежнему очень далека от реальности, от конструирования и вот овладения действительностью. В этом, может быть, скорее всего, он ошибался, конечно, потому что конструктивистский потенциал как раз Эйнштейновской физики очень большой. Об этом говорит все развитие науки и техники во второй половине XX века. Вот, но Динвер, он действительно ближе к такому классическому понятию науки. Вот, для него, для него физика Эйнштейна – это тоже, ну, всего лишь формальная, формальная конструкция, которая не способна производить изменения в действительности. Ну, может быть, стоило бы добавить, что вот, ну, это уже такая вот, ну, метафизический такой тезис отношения, конечно, к геометрии, что вот современная математика, в том числе, там, вот Эйнштейновская, да, теория относительности, она дает некоторое основание для обесчеловечивания. То есть, вот, для гуманизации. То есть, атомная бомба все-таки возможно только в неклассической диаметре. Да, да. Да, для него это очень важный момент. В своих работах 30-х годов, которые написаны были уже в годы Третьего рейха, Динвер говорит о том, что наука должна служить народной воле, но не в том отношении, что помогать достигать некоторых, да, прагматических целей и задач, которые ставит перед народом фюрер, а стремиться к достижению общего блага. То есть, в конечном счете, блага для всего человечества. Вот. И у него даже такая концепция, такая концепция была этика как принцип высших целей. Вот так вот. И надо сказать, что он в этом отношении вошел в конфликт с национал-социалистами. Одно время за ним следила гестапо. Вот. Потому что, посмотри, Зинглер мог бы использовать вот этот свой теоретический, критический потенциал для опровержения энштейновской физики, для, в конце концов, институционального преследования тех, кто работал в этой парадигме. Потому что вы знаете, что в годы Третьего Рейха в арийской науке, которая была представлена именами Ленарда, Штарка, существовал консенсус относительно энштейновской физики как физики не арийской. Ун ариш. То есть, это еврейская физика. Надо называть вещи своими именами. Эйнштейн, как еврей, создал еврейскую физику. Это действительно так. Понимаете? Но Зинглер никогда под этим дискурсом не подписывался. Более того, у него вышла книжка под названием «Культура еврейского народа». И как бы очень некстати он ее написал. То есть, он там говорил, что вот евреи, они придумали вообще идею Бога как универсального существа, который служит образцом для развития всего доброго и хорошего в человеке. Ну, то есть, он как бы в духе немецкой классической философии аргументировал. У Фихте такие же рассуждения, у Гуссера такие же рассуждения. Вот. При том, что Гуссер был евреем, а Зинглер не был евреем. Вот. И надо было им написать вот такую книжку, за которую, по сути дела, он уже при нацистах оказался в опале. А после Второй мировой войны тоже, поскольку все-таки работал в университете, тоже как бы второй раз уже получил от оккупационных властей. Ну, вот последний вопрос перед перерывом, чтобы нам перейти к теме априори, тоже очень важной для феноменологии. Посредством каких критериев Динвер предлагает определять твердые тела, да? Или, как правильно заметили, более точно было бы называть их недеформируемые тела. Да? В основе науки лежат не только образы линии плоскости, но и образ или форм, гештальт твердого тела. Это страница 110-113. Так, Анастасия, пожалуйста. Да, относительно много априори твердых тел. Вообще, насколько... Это крайне интересный вопрос, потому что под твердым телом понимается, скорее, определенное, ну, что ли, отношение к свойству, нежели само свойство. Если расшифровывать, то как раз очень проницательно об этом Динглер пишет, что вот прямо в тексте констатируется до направленного на них опыта. То есть исходя из дефиниции как образование. И, наверное, это значит, что, в принципе, твердые телы и это некоторая аксиоматика, которая намеренно предшествует опыту. То есть это нечто выбираемое нами как априорное. И это и есть твердое тело по как раз схеме, которую предлагает Динглер. То есть это в определенном смысле слова непредставимый выбор. И он нечто обуславливает. И надо отдавать в этом себе отсюда для знания того, какой схемой априори мы все это время негласно пользовались. То есть что было единицей этого априори. Давайте вот с этим вопросом будем разбираться. после перерыва. Потому что действительно... Да, вроде бы с одной стороны мы как бы говорим об эмпирических вещах. Там плоскость, линия, твердое тело. Но Динглер говорит, что действительно дефиницию твердого тела мы получаем до всякого опыта. Но при этом в ходе изготовления в ходе изготовления вот этих самых пластин. Надо это противоречие снять. В каких слоях деятельности, сознательной деятельности, лежит кореница это априори. Но вот напоследок, возвращаясь к тому, что мы уже сказали об эксперименте, мы уже не будем к нему возвращаться как таковому. Я бы хотел обратить еще раз ваше внимание на тот термин, который звучит в названии моего третьего вопроса. Термин behandlung – эксперимент как трактовка, буквально обработка реальности с помощью однозначно воспроизводимых форм. Мы ведь не задумываемся о том, когда используем это слово «трактовка», как он трактует тот или иной поступок, как он трактует то или иное понятие. Но трактовка нас, как слово с латинским корнем, опять же отсылает к деятельностно-активной организации нашего опыта. И у Дингера получается так, что эксперимент, собственно говоря, и есть интерпретация реальности. То есть впервые мы интерпретируем реальность вот именно внутри этой процедуры технических манипуляций, которые мы осуществляем своими собственными руками. В этом смысле здесь мне тоже хотелось бы отметить известную близость к Хайдегеру, к его понятию интерпретации в бытии и времени, которую он связывает с пониманием. Для Хайдегера понимание и интерпретация идут параллельно друг с другом и образуют некое первичное отношение дозайн к подручным вещам внутри мира. Вот у Хайдегера так описывается вообще, как бы весь человеческий экзистенциал. Дингер здесь применяет такой вот более узкий, что ли, разрез и рассматривает именно эксперимент в такой герминефтической перспективе. Такая особая как бы техническая герминефтика, которую нам нужно научаться вычленять. В конце концов, в сухом остатке мы должны сказать, что жизненный мир, внутри которого находится современный человек, есть мир, уже всегда уже заранее проинтерпретированный с помощью технических научных манипуляций. Вот это всегда уже, собственно, в немецкой философии я обозначаю это приори, и машон, то, что всегда уже произошло задолго до того, как случился мой конкретный опыт в этом мире. Некоторые условия возможности, формальные структуры, определяющие ему опыт. Вот давайте об этом априори в Динглеровской и в Динглеровском изводе мы после перерывов и поговорим. Отдыхаем. У нас остался один, пожалуй, самый интересный вопрос по главам книги «Эксперимент». Это вопрос об особом виде априори, который Динглер называет «Herstellungs apriori», априори изготовления. Я это так перевожу. И после того, как мы этот вопрос рассмотрим, я думаю, что мы сможем уже перейти к методике. Итак, что означает априори изготовления и в чем его сходство и отличие от кантовского априори? Я просил Марию Стенину разослать в том числе свою статью, которая этому вопросу специально была посвящена. Была дискуссия вокруг этой статьи. Вы все это могли, наверное, прочитать, если у вас было желание. Но вот я вижу, Анастасия Панкова готова отвечать. Пожалуйста, Анастасия. Да, относительно, если продлить прошлую реплику, относительно изначального понимания априори, да, уже данного и, казалось бы, на самом деле отделенного от опыта под новым априори. Мне кажется, Динглер именно предлагает модель нового априори как более релевантного и соразмерного процесса, который действительно, в которых мы проживаем, именно такое, с овечным опытом. То есть некоторое априори изготовление – это такое конституирование самого принципа поведения априори. Это большая процессуальность. И по этой причине более пластичный объект, что ли, может пониматься как и более истинный и верный. И это, очевидно, не отрывается ни на миг от вопроса о технике, потому что нечто именно создается, а не является, потому что оно уже дано и предшествует чему-то. То есть это такая совечность и процессуальность, в которую активно участвует сам человек. Ну, я бы только, Анастасия, вас немножко предостерег от использования слова «совечность». Мы все-таки, если… А, другой контекст. Да, да, конечно. Находимся в человеческой реальности, Динглер именно ее описывает, ну, в реальности тварного мира, если говорить таким языком христианского богословия, то, конечно, ни о какой совечности априори… Ну, да, да, сопряженность, конечно. Да. А вот у меня такой вопрос. Есть, ну, мы знаем в новой европейской философии употребление этого слова, заданное критикой чистого разума Канта. Собственно, всякий, кто с этим вопросом начинает работать, так или иначе адресуется Канту. Вот скажите, пожалуйста, ну, сейчас вопрос будет к тем, кто к нам присоединился. Я смотрю, вот Петр Зеленский присоединился, Семен Рейнтович, да, я не знаю, вы были на первом семинаре или нет, я просто не всех видел. У меня экран не вмещает все иконки, иногда блистаешь и не успеваешь просто разобрать, кто присутствует, кто нет, но реплики я пока от вас не слышал. Так вот, что означает априори как понятие, это латинское понятие, вот, встречается ли оно до Канта, какую трактовку придает априори Кант, да, чем оно выделяется на фоне других интерпретаций, и чем отличается динглеровская трактовка априори от Кантовского. В общем, как бы целая серия вопросов может быть выстроена вокруг. Вот, что вообще означает априори, если переводить с латинского языка? Ну, априори это нечто, что существует или познается доопытно, то есть непосредственно чувственно опыта. Семен, а вы можете включить камеру? Я могу, но мне ее придется потом выключить, я просто завтракаю. А, я понял, да. Так тоже семинары проходят, да, во время завтрака? Ну, иногда бывает, к сожалению. Понятно. То есть здесь, наверное, можно как бы сказать об античной философии, но в первую очередь, как бы, вот что поменял Кант, насколько я себе представляю историю этого понятия, то есть эта доопытность стала трактоваться таким чисто логическим образом. Ну, смотрите, я понял, но давайте так, вот у нас есть латинское понятие, оно пишется в два слова – априори. И вы утверждаете, Семен, что перевод этого латинского понятия звучит как до опыта. А как будет опыт по латыни? Могу я вмешаться? Все-таки перевод, наверное, от предшествующего. От предшествующего должен звучать перевод этого слова. Я сейчас специально уточнил это дело. И, отвечая на следующий вопрос, до Канта этим словом активно пользовался Лейбниц. В философии Лейбница это было нечто относительно похожее на Канта, но все-таки не то же самое. Лейбниц утверждал, что априорное познание – это практически то же самое, что познание рациональное. Познание не построенное на вашем прижизненном опыте, а на чем-то, что исходит из вечных истин, когда вы развиваете как-то их положение у себя в голове. То есть некие врожденные идеи, да? Ну, вот не совсем. Вот в этом и идея, что это почти как у Канта, но по-другому. Ну, у Канта, на самом деле, априори тоже не врожденные идеи. Этот момент мы сейчас уточним. Но разве до Лейбница это понятие не использовалось? Петр, ведь Лейбница известен тем, что перевел философию, ну, был одним из тех, наряду с Декартом, Лобком, кто перевел философию на рельсы современных, новоевропейских языков. Лейбниц писал, как мы знаем, по-французски свои сочинения, но все-таки языком философии до Лейбница, включая даже Канта, был латинский язык. Неужели в латинском языке понятие априори никто не употреблял до Лейбница? Нет, разумеется, употребляли. Правда, я, к сожалению, не припомню, кто. Ну, вы можете не называть имен, назвать хотя бы как бы группу философов. Ну, конечно, это схоластика. Это понятие пришло в новоевропейскую философию, стало известно и Лейбницу, и Канту из схоластической университетской философии. Вот. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. А схоласты сами ввели это понятие, или же они его откуда-то заимствовали? Или как-то переосмыслили? Смею предположить, что если перевод, о котором мы говорим, звучит как от предшествующего, то, возможно, здесь нужно вспомнить Аристотеля или как-то соотнести это с причинами, но детального знания я не имею по этому вопросу. Хорошо. Ну, то есть от предшествующего или от более раннего, если быть совсем точным, потому что приор – это сравнительная степень от прилагательного Prius, первый по времени, значит, более ранний, получается так, и действительно, действительно, мы можем сказать, что родначальником этого понятия является Аристотель, хотя в греческом языке вот прямо в такой формулировке мы его не находим, поэтому схоласты все-таки придали особую форму этому понятию. А, Андрюс, вы хотели что-то здесь уточнить или нет? Руку поднимали, нет? Ну, хорошо. А, Алла? Да, да. Вы поднимали руку? Да, да. Диалог Минонна, Платона, как о припоминании, вот тоже имеет свои корни, собственно, Prius, как вот априори, то есть до первичного, то есть мышление первичное по отношению к материи, потому что материя не может сама себя мыслить. Ну, в общем, да, ваш ответ правильный. Да, речь идет, конечно, об общей установке философов афинской школы Сократ, Платон и Аристотель. И, конечно, это связано с теорией познания уже в античности, хотя у Платона и Аристотеля этот интерес, он фунтирован не только гносеологической проблематикой, но и онтологической проблематикой, поскольку то припоминание, о котором идет речь в Миноне, знание как анамнесис, оно, естественно, является припоминанием идей, а идеи — это не гносеологические категории, антологические сущности. Ну, Елена пишет, что предполагалось, что неоплатоники и гуманисты начали развивать эту тематику в период возрождения. Здесь я не могу ничего сказать, потому что этот термин неизвестен из схоластики у гуманистов. Ну, приведите примеры, кто из гуманистов использует это понятие априори. Вот. А Аристотель, безусловно, под влиянием Платона, он вводит в метафизике такое различие, как Протерон Прос Гемас и Протерон Тефюсей. Так, значит, комментарии от Кати. Все читают, да? Да, ну, вот, хорошая цитата, большое спасибо. Здесь почему-то Аристотель не упоминается. Вот. Хотя, еще раз повторяю, непосредственным источником латинского понятия априори является аристотельское различие между Протерон Прос Гемас и Протерон Тефюсей. Раннее, более раннее, или первое для нас, как это переводит кубицкий в метафизике, и первое по природе, что не совпадает, да? Первое по природе – это причины, которые для человека могут быть незаметными, да? Потому что наше восприятие отмечает, как правило, в первую очередь нечто несущественное, да? Нечто случайное, ну, скажем так, феноменально более заметное, а сущностное, что феномены из себя показывают, оказывается закрытым, и поэтому требует теории, требует созерцания. Вот. И эсхоласты в том же самом смысле используют это понятие, во-первых, по природе, говоря уже о божественных отношениях, да? Вот Фома Аквинский, в частности, если вы откроете второй вопрос из «Суммы теологии», где доказывают существование Бога, да? «Сид Деус», «есть ли Бог», то Фома там активно использует это понятие, показывая, что мы можем как бы рассматривать доказательства от Бога, со стороны Бога, можем рассматривать со стороны человека. Вот. И тогда у нас будут вот эти самые, будут эти самые пять путей или пять доказательств бытия Божия. Вот. Но Лейбниц, и в особенности Кант, они эту формировку, эту проблематику серьезно переосмысляют, приводя ее в соответствие с гонсиологической проблематикой. Да. Вот, пожалуйста, в чем как бы специфика Кантовского априори на этом фоне? Александр Переплеткин. Стоит, в принципе, начать с того, что у Канта априорное имеет два смысла. Первый, который в самом начале как чисто раз упоминается, это тогда, когда он говорит об аналитическом и синтетическом априоре. То есть это осуждение и умозаключение, которое, в принципе, априори в данном смысле особого интереса, я бы сказал, не представляет. Однако, что именно кардинально новое вводит Кант, то это именно априорные формы созерцания, чувственности и рассудка. И априорное в данном случае начинает пониматься как трансцендентальное. То есть то, что делает возможным, обуславливает наш опыт, его вообще конституирует, но причем самим субъектом непосредственно не схватывается. Ну, или, как говорит Кант, служит условием возможности всякого возможного восприятия, всякого возможного опыта. «Bedingungsmöglichkeit» по-немецки. «Bedingungsmöglichkeit». И характерно, что действительно здесь используется понятие формы еще, да, априорные формы, чувственности и рассудка. И Динглер, ну, не только Динглер, там и неокантианские философы, они в этом Канту наследуют, что априори это форма, прежде всего. Еще какие-то замечания будут по этому вопросу? Ну, причем форма, это, получается, отсылка к историю, в принципе? Ну, конечно, потому что есть форма и есть содержание, да. для Канта, как мы помним, да, значит, как он это говорит, понятия без чувств пусты, а чувства без понятий слепы, да. Вот. Ну, это такая отсылка, да, к аристотельскому генлеморфизму. Хотя это Аристотель очень сильно уже усеченный, как бы препарированный, вот. И поэтому у Канта получается, что априори это доопытное. Он так его и определяет во введении в критику чистого разума, вот. Но Аристотеля и у схоластов такого нет. Такой редукции априори до, просто доопытного. Андрюс. Да, мне кажется, важно отметить, что Кант резюмируя эстетику трансцендентальную, да, говорит, что время это внутреннее чувство, ну, внутренняя форма чувственного созерцания априорного, а пространство внешнего. Угу. То есть, мне кажется, вот в нашем контексте, говоря о науке, это существенно, потому что Хайдегер же в «Зайн он сайт» потом будет критиковать Канта за, ну, за пространство и скажет, что такое время, по-моему, как-то вот. Да, ну, сейчас мы должны разобраться с тем, в чем претензии Динглера к Канту. То есть, в целом он, в целом он лоялен Канту. Он говорит, что скорее даже вот неокантианцы Канта неправильно понимают, превращая вот это кантовское априори в некий набор матриц, да. Ну, мы знаем, что это понятие из производства, где осуществляется формовка или штамповка материала. То есть, в Динглеровской трактовке неокантианцы, ну, там Коген, Кассирер, Натарп, они, ну, прежде всего, Натарп и Кассирер, у него там ссылки есть на работу Кассирера раннюю, понятие субстанции, понятие функции 1910 года, они как бы вот воспринимают работу сознания как такой вот работа по штамповке многообразного чувственного материала с помощью присущих сознанию априорных матриц. И Динглера вот это совершенно не устраивает, и он вот предлагает свои новые априори, но при этом, да, при этом, как бы считает необходим Канта немножко поправить. Вот в чем его претензии к Канту заключаются, его возражения, критические замечания по отношению к Канту? Ну, ссылаясь на вашу статью, можно обратить внимание, что Динглер обвиняет Канта в догматизме, что Динглер не очень понимает, по какой причине кантианское априори должно быть опоснованием для каких-то эмпирических опытных вещей, и в конце концов, что многие допущения, которые делает Кант, для Динглера являются также не совсем рабочими. Ну, да, но мне кажется, что все-таки главное замечание состоит в том, что Кант не объясняет идеологию самого априори, он не объясняет, откуда вообще возникают эти априорные формы чувственности и рассудка. Да, с одной стороны, он как бы воздерживается от картезианской трактовки, чтобы объявить их такими идея и натое, врожденными идеями, да, у Канта нету эксплицитных характеристик априори, как врожденных идей, но в то же время он нигде не объясняет, откуда они. И вот мне кажется, что Динглер как раз и претендует на то, чтобы объяснить природу возникновения этого априори. и давайте сейчас мы снова с вами вернемся к этому моменту, почему здесь ключевую роль играет возникновение, какому понятию наиболее изготовление, да, какому понятию ближе всего априори в Динглеровском использовании этого термина, то есть какой синоним мы могли бы взять, чтобы лучше прояснить для себя смысл этого производственного априори. Может быть, план? Да, совершенно верный план, может быть, парадигма, да, именно в контексте производственной инженерной деятельности. Именно поэтому мы и говорим, что принцип построения, ну да, можно и так сказать, именно поэтому мы говорим, что априори предшествует чувственным плоскостям, твердым, недеформируемым телам, потому что сначала оно дано в качестве чего? В качестве, здесь вот ключевое понятие, руководство для изготовления. то есть априори это план или даже не просто план, как некоторый чертеж условный, но очень подробно расписанный план, сопровождаемый даже неким руководством. сейчас я выпишу немецкое слово Herr Stellungs An Weisung. Вот. В этом, этим самым как бы и обосновывается нормативность этого априори, причем оно не находится где-то в безвоздушном пространстве. Не находится в безвоздушном пространстве. Это априори изначально привязано к проксиологической телеологии, можно так сказать. Да, это телеологический принцип, потому что целью мастера является изготовление какой-либо детали в соответствии вот с этим самым планом, который и возникает только в контексте производственных жизненных задач. Да, он не является абстракцией некоторой. Он порожден конкретной германифтической ситуацией, если хотите. Елена. Да, у меня сейчас не столько по самому тексту комментарии, сколько интересно, я замечаю параллель. Я сравниваю мысли Динглера, и вот это самое то, что эти априорные формы, они, можно сказать, порождаются той задачей, которая есть у инженера в процессе того, как он делает такую деталь, это очень похоже на те идеи, которые развивались в психологии, но не в той, что цитирует сам Динглер, а в психологии чуть попозже, уже годов 35-х, 40-х и даже на самом деле 70-х, если брать отечественную, про ту сферу, где развивалась категория деятельности. Эти самые категории, они как раз и объясняют вот эту самую связь между мыслительными категориями, да, и тем, что человек делает, и про то, что эти категории, они появляются непосредственно в процессе этой самой общественной производственной деятельности. Да, это, конечно, базируется на марксизме, а я, как я понимаю, никаких связей с ничем марксистским здесь нет, но вообще известно ли вам что-то про рецепцию идеи Динглера в какой-то дальнейшей психологической среде, в частности, отечественной? Ну, смотрите, из того, что вы сказали, я, естественно, могу только упомянуть Льва Семеновича Выгодского, да, который отталкиваясь от, я просто психологией не занимался, но поскольку я учился в РГГУ, и как раз, когда я учился на философском факультете, я и заинтересовался немецкой философией этого периода, и переводил Динглера, и философский факультет в РГГУ, он находится по соседству, ну, кто-то, может быть, знает, с институтом А, да, институтом Выгодского, совершенно верно, да, в корпусе Шанявского, вот, поэтому уж кого-кого Выгодского я знаю со всех сторон, вот, но там, конечно, в основе лежит марксистская идеология, марксистская методология, хотя у Выгодского тоже были известные, как бы, проблемы с признанием в академической науке, вот, но мне неизвестно, честно говоря, что Выгодский читал Динглера, или там... Он не ссылается нигде на него. Нет, не ссылается, просто, понимаете, вот, это само по себе любопытное явление, я занимаюсь много интеллектуальной историей, и меня всегда поражает вот этот параллелизм в духовных течениях, мыслях, людей, которые вообще друг друга не читали, находились в совершенно разных областях, они вдруг начинают говорить совершенно идентичные по содержанию, не по форме, а по содержанию вещи, вот, это удивительно, и, да, вот, почему Хайдеггер не читал Динглера, а Динглер не читал Хайдеггера, ну, нету ссылок, я не нашел, вот, хотя там, я не знаю, можно было бы десяток диссертаций уже на эту тему написать, вот. Мы с коллегами тоже рассуждаем о том, насколько у Алексея Николаевича Леонтьева прослеживаются хайдеггерианские идеи, и он нигде никогда на него не ссылается, там, по политическим или еще каким-то причинам, но они просто сразу считываются, это очень интересно. Ну, Леонтьев все-таки автор более поздний, да, это 60-е и 70-е годы, если мы берем психолога Леонтьева, да, вот, то есть, ну, кстати, Леонтьев вполне мог читать Хайдеггера в это время. Мог, но ни за что не сказал об этом. Да, и, в общем, в советской, не марксистской, а вообще в академической философии, ну, вот мы недавно с коллегами сделали том, Хайдеггер про и контр, уже вовсю шла рецепция Хайдеггера, то есть, были статьи Пиампална Гайденко, Нелли Васильевны Матрашиловой, именно, вот, в журнале «Вопрос философии» в конце 60-х, в начале 70-х годов, так что, Леонтьев, конечно, мог читать, но, действительно, вряд ли стал бы признаваться в своих симпатиях к Хайдеггеру. Вот, так что, да, тут марксизм совершенно не обязательно играет такую спусковую роль, да, то есть, как бы, если не знать всего контекста, можно сказать, ага, вот Выгодский был марксист, поэтому для него в основе всего лежит деятельность и праксис. Ну, нифига подобного, на самом деле, потому что в 20-е годы многие критики марксизма высказывали те же самые идеи. Вот Хайдеггер, он же тоже не был марксистом. Тем не менее, он везде пишет о перемате практической практической деятельности, над теоретической деятельностью. Американские прагматисты, да, какой там марксизм. Там нету ни там, ни у Дюи, ни у кого-то еще следов влияния марксистской теории. Вот, хорошо, тогда мы, значит, здесь временно… А, еще Сергей, ну, Сергей Владимирович, пожалуйста, да. Да, у меня маленькая реплика, я хотел в конце это сказать, но поскольку вот Елена сейчас задела такой вопрос. Мы сейчас перейдем к чтению второго текста Динглера, и там очень любопытно, что когда читаешь особенно первую часть, видно параллель существует с целым направлением, которое было в отечественной традиции, правда не университетской традиции, это как раз системно-действительная методология Георгия Петровича Щедровицкого. Вот прямо просто параллели, а вот прямо принцип я, вот этот принцип, волевой принцип, который он кладет в основу, о том, что мы сначала целевым образом что-то делаем, и потом переводим это в соответствующие логические формы. Даже у Динглера там есть те термин, которые Щедровицкий независимо совершенно автономно там в 50-е годы употребляют алфавит мышления и так далее. Вот как раз я хотел сказать, что здесь удивительно параллель существует, такая констилляция какая-то во времени происходит. Щедровицкий исходит, конечно, из гегелевско-марской традиции, но не марксизм в чистом виде, или даже вообще не марксизм, потому что он сильно уходит, хотя вроде он всегда себя так идентифицирует. Но вот интересная параллель здесь происходит, как раз связана с тем, что базовое физическое и, соответственно, инженерное образование и попытки понять, как физика изучает мир, что у Генглера мы замечаем, вот выводит его на ту же самую и совершенно автономное исследование как раз человеческой практики, человеческого практики. И, кстати, он же занимался Игородским, и вот Леонтьев был первым его руководителем его там диссертации, с которыми он там поругался и так далее. То есть, честно вообще из истории отечественной мысль. Да, Сергей, спасибо большое за замечание. Я бы еще мог продолжить. Есть и в современной философии науки специалисты, которые тоже разделяют такой деятельностный подход, во многом пирающийся на Динглера, но, кому интересно, может проследить это популяция Василия Яковлевича Перминова, профессора из Московского университета, который принимал участие и в этом сборнике известном «Математика и опыт», статью из которого я распространил. Там много вообще в этом сборнике очень любопытных материалов про отношение как раз теории и практики применительно к математической науке. Да, но вот действительно, если возвращаться к этому вопросу о параллелизме в советской науке, этот импульс к интересу инженерной деятельности, он, конечно, исходил от марксизма, то в немецкой и американской философии это был прежде всего, конечно, интерес к фардизму и вообще вот развитие такое вот эксплозивное развитие инженерной мысли после Первой мировой войны. И вот не случайно я сказал, что именно в 20-е годы в Германии появляется целая плеяда инженеров, возникают кружки, здесь можно назвать имена Хайнриха Харденсета, Манфреда Шрётера, кстати, друга и ученика Шпенглера, имя Фридриха Дессауэра, самого известного, пожалуй, философа техники, такой инженерной ориентации, которые просто во всеуслышание заявляют академическим философам, что вы многие годы проходили мимо вот этой важнейшей стороны общественной жизни, а именно инженерного творчества. Ну, действительно, как бы философии академической мы знаем свойственно вот эта слепота, она может быть врождена даже, еще начиная с холостической университетской философии, где просто доминиканцы из поколения в поколение были заинтересованы в том, чтобы отделить витоспекулятива от витоактива, да, и сказать, что вот, должны быть монастыри, где мы будем только заниматься богословием, разрабатывать аргументы против еретиков, вот, и, пожалуйста, не заставляйте нас обеспечивать себя средствами для существования, работой в мастерских, переписыванием книг, пусть это делают другие монастырские ордена, вот, и результат как бы такой, что действительно академическая наука на многие столетия оказалась оторванной от практики инженерного дела, ну, там есть исключения, типа, авторы типа Леонардо, да, но Леонардо никак с университетами не был связан, вот, напрямую, и это большой, это большой изъян, конечно, и вот, то, что это возвращается в 20-30-е годы само по себе замечательно и удивительно, вот, хотя в плане системы образования это никак не было зафиксировано, да, мы знаем, что в Германии существовала система классических гимназий реальных училищ, вот, которые уже юношей прежде всего, но отчасти и девушек готовили где-то с 16-ти летнего возраста к совершенно определенной профессиональной траектории, да, одни должны были становиться учителями, там, древних языков, истории, литературы и, возможно, какими-нибудь, там, бюрократами в правительстве Рейха, да, а выпускники реальных училищ должны были становиться и техниками, и инженерами, та же самая модель была скопирована и в Российской империи, а потом и воспринята в советской школе, да, и вот я скажу, что так, что до сих пор этот разлом очень серьезно ощущается, сказывается на том, что, ну, мы действительно вообще не представляем себе, как действует инженер, как он мыслит, вот, равно как и инженерам до лампочки всякие философские теоретические рассуждения, и мы считаем, что это нормально, как бы, вот, но у того же Динглера, там, и у Фридриха Дессаура очень много текстов, как раз направлено на то, чтобы подвергнуть сомнению, вот, целесообразность разделения, такого жесткого разделения реального образования и классического образования, вот, но это такая побочная немножко тема, давайте действительно сейчас вот, обратимся к методике, и я, как раз, вот, пропустил первые две главы, ну, как пропустил, я посчитал все-таки более целесообразным задать вопросы по третьей главе, где Динглер вплотную, как бы, подходит к проблемам философии, науки и техники, от общих, общих вопросов, и вот вопрос звучит так, в чем заключается специфика техники с методической точки зрения, и я отсылаю здесь к такому понятию Динглера, как методиш реаль, методически реальное, вот он описывает некоторый класс объектов, если хотите, да, который образует некое третье царство, третью область, наряду с идеальным и, с одной стороны, и природным наличным бытием, с другой, вот, в чем специфика этой области, и в чем специфика техники с точки зрения методики, да, ну, может быть, кто-то сформулирует попутно, и что-то, как определять методику, Динглер, почему он считает, что она должна прийти на смену наукоучению и теории познания. так, пожалуйста, желающие выступить, у нас еще кто не выступал, но многие уже выступали, Кирилл Яковлев никак не отличался пока что, Владимир Вайсман тоже отмалчивается. Волкова, Софья, тут, милый такой терьерчик у Софьи Волковой, а Софью мы не видим. Кирилл, сегодня не имеет возможности устно ответить, ну, ладно, хорошо, Анастасия, пожалуйста. Да, если некоторые самые общие москары набросать картину проблематики, то, во-первых, само понятие опять же теории познания, оно двоякое, может пониматься теория познания и вообще познания, как некоторое наличное знание и изучение его, либо как теория приобретаемого знания. И в этом есть уже некоторая проблема, о которой Динглер сразу заявляет, то есть, а что мы имеем в виду, что является предметом нашего разговора. И он предлагает альтернативу в виде как раз вопроса о методе, так как в сущности разница между даже этими вариантами теории познания состоит именно в методе, то есть, в том, как мы закрепляем знания, как мы работаем с имеющимся знанием, и поэтому Динглер предлагает сразу обратиться к методу без своеобразного грима на этом методе, который создает иллюзорное понятие теории наличного знания или же приобретаемого. И как раз в таком случае любое знание, оно проблематично, как он прямо в начале об этом пишет, и самое основное это некоторый процесс достижения его, и поэтому знание вообще возможно. вот так. Спасибо. Мария Стенина тоже поднимала руку. Ну, получается, что мы имеем в виду, не в виду, а имеем дело с какой-то методической процедурой очищения оснований, и вот Динглер по тексту комментирует представление такое ложное о наличии, о возможности самого наличия какой-то научной картины мира, как будто мы от мира отгораживаемся какой-то сеткой, которую мы считаем его научной картиной, его формализованным отображением. Вот, и получается, что он говорит как раз об ЭПХ, таком якобы густрелевском, вот у меня был вопрос, кстати, за счет того, насколько оно в общем может считаться густрелевским, ЭПХ, с помощью которого мы очищаем нашу, наше поле, видимо, на котором мы выстраиваем методологию такой подготовительной процедурой, и проводим, доводим себя до наличия какой-то науки чередой вот этих вот операций. Вот, и у меня был вопрос насчет этого ЭПХ, потому что мне кажется, что у густреля ЭПХ в первую очередь имеет целью обогатить, собственно, вот это вот феноменальное поле, и исследователь, феноменолог, он выходит с помощью этого ЭПХ в какую-то позицию, в которой он видит феномены обогащенными, а у Диндера это процедура такого довольно прямого технологичного очищения. И насколько здесь вообще можно говорить о густрелянском таком влиянии или заимствовании, я вот не уверена, не знаю. Поэтому у меня вопрос. Ну, заимствование точно, нет, конечно, процедуры похожи, вот, но Динглер проводит, если ЭПХ он и проводит, но все-таки мы согласились, что там есть элементы редукции, вот, но не полно, и ясное дело не с целью, чтобы высвободить вот это пространство феноменов, с которыми можно потом работать, но с тем, чтобы, ну, вот, достичь, да, такой до теоретической точки в науке, вычленить некоторые, как он говорит, основные способности человека, которые, которые лежат в основе волевого преобразования в действительности, да, вот, у нас в конце будет такой вопрос, на самом деле, о неких, ну, можно сказать, метафизических предпосылках, все-таки, которые не до конца берутся в скобки Динглером, да, потому что, ну, его, его задача не просто достичь точки без предпосылочности, да, но все-таки выстроить прочную систему научного знания, он это постоянно заявляет, и, да, поэтому его редукция, она носит частичный, и довольно произвольный характер, я бы так сказал. Ну, вот он говорит о том, что мы с этой вот методической теорией познания ограничиваемся как от исторического, какого-то вот этого вот выслеживания гензиса науки, и от психологического, тоже как выслеживания гензиса знания, и тогда возникает вопрос насчет слова духовный, который у него встречается там, потому что мы же отказываемся от идентичности вот исследователя, то есть редуцируем его какую-то уже наличную картину мира, ну, условную картину мира, вот, и тогда непонятно, почему встречается слово духовный там, и что под ним имеется в виду. На этот счет мне тоже был вопрос. Ну, Маша, может быть, мы найдем какой-нибудь фрагмент, чтобы нам было проще, и по контексту попробуем понять, в каком смысле он использует это понятие Geist, Geistich. Да, он на странице 200 об этом говорит, одну секунду я на странице, но не помню какой там фрагмент, про духовные процедуры, по-моему, какие-то сейчас. это в методике. Да. Да, вот, как раз Это какая, первая, вторая колонка? Первая колонка, левая в смысле, вот это вот однажды все значение методических процедур, легко можно увидеть, что в сфере философских высказываний нельзя получить обоснование, если не применять определенных духовных действий, то есть методов, то есть он равнивает духовные действия с какой-то такой выкристаллизованной методикой. Угу. 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 Ну, смотрите, мне кажется, здесь есть такой, может быть, фехтанский даже в каком-то плане заход. фехтанский он предлагает, то есть берет понятие дух в смысле интеллекта, это совершенно нормально для немецкой философии, но при этом дух рассматривает не как способность к созерцанию, а как способность к неким, да, в фехтовском смысле действиям, полаганиям, и в этом смысле для него априори тоже будет духовным, потому что мастер некоторым образом конструирует, полагает в духе вот эти требования к изготовлению плоскостей и тел, стремящихся к идеальным. То есть, все-таки духовное, оно действительно предшествует эмпирическому, отличается от сферы чувственного, телесного, но духовное не значит спекулятивное, то есть, это не спекулятивный дух. Катя, пожалуйста, помогите нам разобраться. Ну, я не знаю, смогу ли я помочь, просто мне показалось, что вопрос Марии действительно очень интересный, мы здесь попадаем на эту самую почву, того, насколько Динглер как бы смог избавиться от метафизических посылок, или где-то они у него в каком-то виде все же остались, потому что, когда он говорит о духовном действии, он очень интересно говорит о, вот в том же самом как раз, на той же странице, о том, что сможем ли мы приобрести достоверность, которая гарантировала бы одинаковый результат у одного человека и у другого, что было бы некоторой персональной объективностью, и, с одной стороны, его замечание о том, что постулировать невозможность такого совпадения, это недоказанная догматика, то есть, по сути, это какая-то такая метафизика замкнутой субъективности, и в этом замечании, пожалуй, он справедлив, с другой же стороны, когда он провозглашает в качестве возможной цели такое духовное действие, по аналогии с конкретным, может быть, как раз вот и, не знаю, инженерным решением, да, мы действительно можем наблюдать последствия, но у нас есть всегда это посредствующее видеоматериала, а что же выступает как бы материи для духовного действия, вот на этот вопрос мне как бы хотелось найти ответ у него, но мне это не удалось, потому что тут негативные какие-то моменты, он вроде бы очень успешно, здорово проясняет, он говорит о том, что мы откажемся вот от такого историзма в познании, потому что не нужны нам эти все следы, они могут быть совершенно непродуктивными, и он действительно, вот как вы говорили, он такой конструктивист в этом плане эпистемологически, но с какой материи он работает в познании, это вот мне кажется все-таки вопрос, вопрос такой интересный и довольно сложный, возможно, именно здесь как раз и есть его самое слабое место, потому что его критерий достоверности, который замещает кротезианские метафизические критерии, это идея однозначности, и она на самом деле восходит к его понятию плоскости, которую мы читали в статье про эксперимент, вот, то есть это такой тип мышления, который для него становится эталонным, почему, похоже, что это какое-то семейное сходство с Гуссерлем, для которого математика когда-то была вот этой строгой наукой, а вот для Динглера возможно такое как бы прикладная математика становится эталонным знанием, и оттуда он черпает как раз то решение, которое не сводимое только к цифровой вот этой калькуляции и к набору каких-то там облак цифр, а как бы в конкретности некоторого проекта, что этот проект менее понятен для воплощения и одному строителю условному и другому, и вот здесь как бы работая с плоскостью, они достигают достоверности во взаимопонимании, вот у меня как бы такая реплика, извините, если долго. Нет, Катя, все очень точно, но смотрите, мне кажется, что вы в общем почти ответили на свой вопрос об области этих духовных действий или методических действий, которые гарантируют однозначность, надо сказать, что однозначно, ну, однозначность это динглерский вариант достоверности, да, который также говорит, понятие очень важную роль играет в логических исследованиях, в частности, обеспечивает надежность познания, вот, динглер, страница 201, то есть, следующая страница как раз описывает вот эту область высказывания, которым по его мнению свойственна такая достоверность, однозначность, в конце концов, в основе любой науки лежат некие высказывания базовые, да, просто, вот, традиционно считается, что в основе геометрии должны лежать аксиомы, вот, а динглер говорит, что в основе лежат высказывания, дефиниции, да, в смысле вот этих требований к изготовлению, да, и получается так, что на 201 странице эти самые единственные типы высказываний, которым свойственна надежность, достоверность, суть, дефиниции, указания к действию, рецепты, правила изготовления и так далее. Напротив, продолжают все суждения о действительном, не являющемся высказываниями, хик, но, с нашей точки зрения, сначала оказываются недостоверными до тех пор, пока не будут удостоверены на строго методическом пути. Это относится к индуктивным высказываниям. Ну, вот, я предлагаю так рассматривать этот вопрос. Андрюс. Да, я обратил внимание, на 203-й странице Динглер пишет, что вот по поводу, ну, то есть, был вопрос про духовную сферу. Да. Что-то такое. Вот, мне кажется, на 203-й странице Динглер, мне кажется, хорошо поясняет, и все же методика, это вторая колонка, конец ее почти, что вот перед началом абзаца. и все же методика коренится в тех глубинах, то есть, он же к методике переходит, конечно. Угу. Откуда проистекают предельные целеполагания жизни? А они достаются нам по наследству, то есть, Динглер указывает на некоторую духовную, как бы, традицию, которая, ну, передается по наследству, то есть, знание передается по наследству, наверное, как-то он так является выражением создающей их коллективной души, гемайншафт за или. Следует указать на то, что одна только методика из всех известных интерпретаций объективного духа и так далее. Вот, мне кажется, что гемайншафт за или, вот, очень важное понятие, потому что, все-таки, вот, разделение на натур висеншафт, да, и на гайзес висеншафт, да, в основе своей имеет висеншафт. То есть, было гезельшафт, в смысле экклесия, а потом, все-таки, немцы как-то перешли вот к этому понятию висеншафт, и потом уже тут это разделение на натур висеншафт, и гайзес висеншафт. Мне кажется, что он, возможно, как бы, так сказать, порывом об этой духовности было вот объединение все-таки натур и гайзес в обществе знания. то есть, вот, как бы, таким вот образом прохитировать. Да, но я хочу обратить внимание, что, все-таки, да, он говорит о гемайншафт зейле, да, зейле, это не то же самое, что гайз, зейле, она выполняет, своего рода, такую посредническую функцию, связывая дух с телом, да, есть вот народное тело, грубо говоря, потому что, ну, с точки зрения Динглера, все ученые, философы относятся к эмоциональному телу. Они, как бы, суть части единого народного организма, и есть, как бы, духовная составляющая, да, которая, которая написывает, но которую мы не сможем в полной мере оценить и понять, если не относить ее, вот, к этой преемственности народной души, или коллективной, коллективной души. Только так мы можем объяснить, почему, почему, скажем так, духовно немецкая наука отличается от французской науки, например. хотя, находясь в области духа, мы находимся в области идеального, да. Знаете, вот, в Германии, и не только в Германии, во всех странах развитого Запада, Европы, в двадцатые, тридцатые годы были очень популярны журналы по технике, в которых, ну, вот, как сейчас, очень популярны журналы по компьютерам, там, цифровым технологиям, тогда просто огромное количество было журналов, я в библиотеке их читал, вот, в особенности мне очень нравился журнал Deutsche Technik, и вот, представители союза немецких инженеров, немецких философов, очень подробно писали о немецкой технике, объясняли, почему в духовном отношении немецкая техника отличается, там, от техники французской, например, или русской, хотя они ее изучали, тоже интересовались, вот, это такой, очень важный, что ли, акцент на национальных особенностях инженерного творчества и вообще духа. немцы первые обращаются вообще к технике, с философской точки зрения, мне кажется, в этом смысле очень важна работа Бекмана 1801 года Энфорда о технологии, то есть, когда технике, Бекман предложил перейти к технологии вообще, то есть, к такому современному пониманию техники, то есть, это действительно какая-то национальная особенность именно вот немцев, почему-то вот так вот получилось. Ну, хорошо, давайте вот все-таки дадим ответ на вопрос, в чем специфика вот этой области методически реального, которая, которая производит техническая инженерная деятельность. Вот, то есть, чем отличается, грубо говоря, конструкция заднего привода автомобиля, если быть предельно наглядным и конкретным от металлов, которые мы находим в природе и царства идей, если говорить языком поппера, да? Методически реальные, говорит Динглер. Дингер. Сейчас. Это, друзья, мои страницы 208, левая колоночка. так, Андрюс, поднимал еще руку, еще, вот, Анастасия снова, пожалуйста, Анастасия. Да, насколько я помню, в целом, основная разница заключается в том, что обнаруженное в природном состоянии, естественно, оно связано, скорее, обнаруживается самим созерцанием нами, тогда как существование уже чего-то созданного, такого, как колеса автомобиля, оно связано со сферой действительного, а не изначально данным, то есть, оно обнаруживается через нашу включенность, поэтому речь именно о методически реальном, которое может быть именно при нашем явленном присутствии. Хорошо, то есть, это как бы установка методически реальная отличает наша установка на включенность в природу, как бы, я обращаю внимание еще раз на понятие латинское тракто, трактаре, но мы знаем, вообще есть такое вот техническое изобретение, очень важное для народного хозяйства, как раз двадцатых, тридцатых годов, это изобретение называется трактор. Вот, мы никогда не задумывались над тем, что слово трактор, которое мы представляем себе как некоторый, да, дизельный такой агрегат с двумя большими колесами, двумя маленькими колесами, с плугом сзади, или там, лопаты для уборки снега спереди, что трактор происходит от латинского трактары, буквально вмешиваться в природу, трансформировать ее, преображать, это одно из словарных значений этого слова. Олег Веселовский. Да, я понял по-другому, что методически реальное, это не только и не столько колесо автомобиля или трактор, а то, что стоит между субъектом и природой. То есть, наше это зерсание, мы определенным образом членим и что-то выделяем. Ну, и есть определенные правила этого выделения для того, чтобы получать максимально простые и незменные кирпичи и которые мы руководствуем в нашем познании. Ну, верно, да, верно, но эти кирпичики все-таки лежат уже в основе технических объектов, которые производят в соответствии с ними, то есть, вот эти самые трубки, наполняемые ртутью из эксперимента, да, разметка шкалы на термометре, вот, это все методически реальное, на самом деле, по Динглеру, и он на 208-й странице определяет его как природу, сформированную нами в соответствии с нашими идеями. Ну, просто, я слово сформировано понимаю не как какое-то активное действие, а как наше восприятие, то есть, здесь, может быть, ближе к антианскому пониманию? Нет-нет, он как раз отмежевывается, насколько я понимаю, именно от такой чисто созерцательной трактовки формирования означает именно мануальные процессы обработки. Не чисто созерцательные, но в том числе? Ну, в том числе, да, в той мере, в какой мастер имеет дело с неким планом или руководством к изготовлению все-таки в духовном отношении, да, но при этом оно неотделимо от заводских процедур всегда, да, оно не существует в отрыве от них как план вечного двигателя, да, который невозможно произвести никогда и ни при каких условиях. То есть, он должен, вот это методически реальное должно всегда согласовываться с законами природы, не противоречить им, оно не может противоречить законам природы, это очень важно. Поэтому важно, как мы природу это описываем, как мы ее трактуем, вот, но при этом оно не есть чисто идеальное. И вот это определение мануально, технически, методически, реально, извините, как природы, сформированной нами в соответствии с нашими идеями, очень близко находится к определению техники, которую дает Фридрих де Сауэр, примерно в то же самое время, он определяет технику, реальное бытие из идей, реальное бытие полученное из идей, вот, в таком платоновском смысле этого слова. Ну, вот, вы сказали, что техника должна соответствовать законам природы, но, откуда мы получаем? Мы получаем как раз благодаря тому, что мы определенным образом членим данные нам и находим законы существования выделенных нами простейших элементов. Да, ну, в этом смысле, что законы не существуют, как бы вот, мы это себе представляем объективно, да, вот, есть некая природа, в которой какие-то вот внешние, независимые от нас законы, но, разумеется, нет, Дингер прошел через кантовскую школу и прекрасно понимает, что все, что мы можем найти в природе, это исключительно феномены, сформированные сознательной, активной деятельностью субъекта, и ничего кроме этого в природе мы не найдем, как натуре, как пространстве познавательной деятельности, но, в этом смысле, конечно, утверждение достаточно тавтологичное, что техника должна удовлетворять законам природы, ну, потому что в самой технике заключены в некотором роде условия возможностей для формулировки этих самых законов, да, как Дингер пишет, вот, физический эксперимент невозможен без эфклидовой геометрии, которая лежит в основе производства измерительных приборов. то есть это все, как бы, тесно очень связано с друг с другом. Да, ну, вот в этом же, в этой же статье у нас есть по ним, помимо понятия методики, такие понятия, циль ханлунген, ханлунгс анвайзунген, я их все перечисляю в вопросе, поэтому не буду выписывать в чате. У меня такой вопрос, какие свойства технического проекта позволяют нам, могут быть лучше описаны с помощью этих понятий. вот, что эти динглеровские понятия позволяют нам увидеть в техническом проекте. так, а вот у нас есть Лилия Занеддиновая, Лилия не хочет что-нибудь сказать об этих замечательных по-своему понятиях. Лилия нас не слышит. ну, посмотрите, посмотрите, речь идет, ведь о технике как инженерном творчестве, в основе которого, еще раз повторяю, лежит проект. Вот, Катя, нам еще, нас радует еще одной цитатой. да, ну, конечно, форгриф. 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 Да, да, конечно. Совершенно верно. Но это, опять же, старая мысль, которая еще от Гёте идет, и Динглер ее тоже цитирует в Фаусте, там, есть такой в первой части пассаж «Ут вас си», то есть природа, «Ут вас си дир ничт оффенбарен мак, дас рингсту ihr nicht ab mit heben und mit schrauben». То, что природа не хочет тебе открыть, то ты не вытащишь из нее никакими рычагами и винтами. Буквально такой перевод. То есть, действительно, в любом случае, речь идет о фаустовском таком духе, фаустовском отношении к природе, как женскому началу, которое мужское начало хочет раскрыть, препарировать, как-то вот заставить, служить себе, производить в том плане, который наметил себе техник-инженер. Но я вернусь вот к этому вопросу о проекте, но если вы не хотите, может быть, устали уже, я тоже здесь мог бы что-то вставить, как говорится, свои пять копеек. Проект, вообще, деньги показывают, хорошо, что проект, инженерный проект, он выходит за пределы рутины, всякий раз выходит за пределы рутины, чтобы быть проектом, и основывается на очень сложной всегда структуре модальностей и потенций, то есть там есть в проекте повторяемые модальности, что можно реализовать, что нельзя реализовать, что необходимо реализовать в данный момент, что может подождать, что этически позволено, что нет, у Динглера тоже этот момент рассматривают, любое инженерное творчество, оно завязано в том числе на этическую модальность, это не какое-то вот такое беспринципное творение големов, потом это всегда каузальные необходимости, это взвешивание целей и средств, это условия реализации, многое-многое другое, то есть технический проект это такая очень сложная штука, где под одной оболочкой скрывается масса условий и возможностей для единственно правильного в настоящий момент технического инженерного решения, и именно потенции, вот эти самые возможности, каноншафтен, они занимают здесь очень важное место, потому что как бы требует своей реализации в определенном контексте действий. Мы всегда усматриваем в некоем данном, здесь и сейчас, потенции для создания чего-то нового. И в конце концов получается, что сама вот эта деятельность по проектированию, она обусловливает формы мышления, которые затем проецируются в жизненный мир, в жизненный мир человека индустриального общества, вот, и которые, например, вместе с Хабермасом мы могли бы понимать как фон коммуникативных действий человека. вот здесь мы переходим к важной очень теме соотношения понятия методической философии этого априори изготовления с жизненным миром Гуссерля. Вот этот технический проект, инженерный проект, он всегда встроен в определенный социокультурный контекст, говоря филологическим языком, в жизненный мир и должен пониматься прежде всего изнутри этого жизненного мира. Ну, у меня есть еще один вопрос напоследок, а потом еще одно предложение. Главное, вот мне последнее не забыть предложение. вот, если забуду, вы мне напомните, пожалуйста, если я увлекусь. Последний вопрос, восьмой. Мы его отчасти касались уже. Почему полагание примата методики, методического подхода необходимо приводит к требованию абсолютного контроля над сферой духовного и природного? в чем заключаются метафизические предпосылки динглеровских однозначных или априорных форм? Ну, может быть, это не метафизические предпосылки, но я предпочитаю так это формулировать. Ну, вот уже Сергей Владимирович там в начале семинара сказал про волюнтаризм, про волю, вот можно эту мысль развить. пожалуйста, дорогие студентки, студенты, используйте возможность выступить на семинаре. Подсказкой тут может служить уже наши с вами предыдущее рассуждение о том, что динглеру не всегда удается в чистом виде осуществить вот эту трансцендентальную редукцию гусаревскую. Ну, у меня была маленькая идея по этому поводу. не знаю, насколько она вписывается в этот вопрос, но насколько я понимаю, контроль получается в том числе из-за требования к вот такому вот к овладению природой для того, чтобы вычленить из нее знания. То есть, например, можно вспомнить тот отрывок, который я цитировал про эксперимент, и полагание вот эксперимента требует ну, некоторого овладения природой в том числе. То есть, через техническое и природа рассекается на части и какие-то и какие-то из этих частей подлежат исследованиям. да, вот термин, который вы использовали, он у Динглера имеет такую форму эгайфунг десверклихин. Ну, это как бы сказать конечная цель построения науки с его точки зрения, что, как мы уже видели, созвучно диагнозу Шеллера относительно того, что в основе науки лежит воля к господству. Но все-таки из какого принципа ну, Динглер не использует понятие человеческой природы, вот, но все-таки из какого принципа исходит вот это целеполагание? Какие формировки мы находим в его статье? Почему он утверждает в одном своем труде, ну, вот это уже цитировавшаяся мной книга «Крушение науки» или «Примат философии», он там утверждает, что всякая философия в конечном счете есть децернизм. Так, ну, нам Андрис хочет помочь снова. Я подумал, что вопрос заключается в том, почему у Динглера есть какие-то метафизические предпосылки Да, да. Ну, во-первых, так скажем, можно ли назвать эти предпосылки метафизическими, да, и если да, то почему они там есть? Ну, я бы, ну, для ответа на вопрос я бы хотел к Хейдегеру обратиться и к его понятию Махеншафт, нот из Bytrade, он там много про это пишет, но, на мой взгляд, одна из важнейших формулировок вот этого Махеншафт, так называемого, это механический подход ко всему, то есть в том числе и к природе. То есть отношение к природе как к некому, так сказать, неисчерпаемому по мысли, так сказать, как бы неисчерпаемому источнику ресурсов. Вот, мне кажется, может быть, Динглер, можно сказать, так, пытается обосновать, что нельзя, как бы, относиться к науке как к некому инструменту, да, то есть нельзя ее использовать вот так вот исключительно прагматически, а есть некоторый, как бы, так сказать, порог вхождения, граница вхождения, то есть в науку, здесь можно уже обратиться к Фридриху де Сауру, который вообще считал, что наукой заниматься могут люди исключительно, ну, верующие, он так считал. Ну, у Динглера все-таки нету такой, да, да, у него такого рассматривал инженерное творчество как продолжение божественного творения, да, вот, но, нет, Динглер считает, что наука просто должна служить народным целям и задачам, вот, целям и задачам народной общности, вот, служить народу для облегчения его жизни, покорения природы, ну, в общем, такой вполне технократический, на самом деле, у него пафос, вот, поэтому ответ все-таки не в этом заключается, но, давайте вспомним, Хайдеггера начали разбирать, но Махеншафт, у него же связано с его концепцией истории бытия и той, значит, финальной стадии забвения, бытия, которую он находит в нитшанской воле к власти, разве не так? Да, так? Да, ну, то есть, у Динглера ведь, у Динглера ведь то же самое, получается, что все эти руководства к изготовлению и укоренятся воле к однозначности, воле, которая и заставляет человека становиться покорителем природы. Здесь, в общем, он воспроизводит как раз вот эту вот нитшанскую модель, вот, но при этом, да, совершенно верно пишет в чате Мария Стейнина, всякая философия есть децернизм. Да, потому что есть активная воля, которая стремится к предметности, к миру. Только Динглер оговаривается, что это нельзя называть волюнтаризмом, в том смысле, что с его точки зрения все-таки это воля не есть некоторый универсальный природный принцип, как вот у Шопенгауэра, например, но он оговаривается, что воля всегда носит методический характер, он ее рассматривает только в таком узком ключе. Вот. Но мне все-таки кажется, мне кажется, что вот это введение воли все-таки нарушает частоту феноменологической редукции. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Какие могут быть мнения на этот счет? Сергей Владимирович? Да, в основании феноменологической редукции тоже лежит вообще-то волевой принцип. Это же мы совершаем феноменологическую редукцию. Тем самым, в самом заключении в скобке и, соответственно, редуцировании заключается вообще-то наш волевой автор. В принципе, некая решимость к осуществлению редукции тоже должна быть. хорошо. Отличное замечание. Катя пишет нам... Да, ну вот мы упираемся здесь в теорию уже даже не раннего, а позднего Буссерли, потому что понятие Lebenswelt это такое одно из самых интересных понятий феноменологии, как мне кажется. Вот. И нам нужно его внимательнее рассмотреть, что мы сделаем на следующем семинаре. А сейчас вот я все-таки не забыл, хочу спросить у вас, ну, прежде всего у студентов, хотя, может быть, кто-то из аспирантов тоже может нам здесь помочь. У нас в серии семинаров запланирован Ханс Блюменберг. У меня есть томик его работ в издательстве Зуркамп, который объединяет все его философские сочинения, посвященные технике. Так называется Ханс Блюменберг Шрифтен Цурфилософида Техник. При этом Блюменберга, ну, его вообще мало на русском языке, но и кое-что там переведено, в основном это по его теории нового времени, работы, там кое-что по метафорологии, ну, по-моему, очень немного. И по философии техники нет вообще ничего. Соответственно, если я хочу, чтобы у нас получился полноценный семинар, это будет где-то в конце марта, то нам понадобится русский перевод этой статьи. Конечно, кто-то из вас, может быть, способен и по-немецки читать, но тем не менее, я хочу задать этот вопрос. Может быть, кто-то из вас, прежде всего, студенты 2-3 курса, которые записались на этот ник, владеют достаточно немецким языком, чтобы, объединив свои усилия, там, два человека подготовить к семинару русский перевод одной, небольшой статьи Блюменберга. Естественно, я этот перевод буду редактировать. И я знаю, что у нас такая практика уже есть. Вот, Катя, да, вы, по-моему, для семинаров по Реширу тоже переводите какие-то кусочки. Да, не только я у нас, да, мы переводим так с французского. Да, вот, Катя переводит с французского, еще несколько человек. Вы можете не отвечать мне прямо сейчас, вот, но я хотел бы, чтобы в течение недели мне какие-то предложения поступили на почту. вот, это не очень большой труд. Если это делает студент второго, третьего курса, которому нужно сдавать дисциплину, то, естественно, это уже серьезная заявка на отличную оценку. Кирилл Яковлев предлагает проект на ярмарке проектов. Ну, я пока что не уверен, насколько это целесообразно, но я подумаю, важно, чтобы были люди, которые проект будут осуществлять. А вы можете, пожалуйста, скинуть эту работу на немецком? Я, в принципе, немецким языком владею, но не факт, что настолько, чтобы я посмотрел, что, возможно, я захочу... Семен, я, смотрите, смотрите как, у меня сейчас... Кирилл только. А это не Семен Рейнтович? Да. Кирилл... Какой Кирилл? Боденко. А, Кирилл Боденко. А, все, извините, вот я сейчас вас увидел. Смотрите, у меня вот здесь, в моей библиотеке этого томика нет. Он у меня в другой библиотеке, в другом месте. Вот. И я там буду только на следующих выходных. И я, естественно, отсканирую, вам пришлю. Просто заранее хочу сказать, что Блюмендерг не самый простой автор. У него довольно-таки тяжеловесный стиль. Вот. Его переводить непросто. Вот поэтому я как раз и спросил, что я хочу посмотреть, смогу ли я это сделать. Ну, я вам как опытный переводчик могу сразу сказать, что это непростой язык. нет, но если вы, в принципе, знакомы с научным, академическим языком немецкой философии середины двадцатого века, ну, то есть, для вас это, наверное, не составит особого труда. Вот. Не буду. Не буду. Ну, подумайте. Может быть, вы еще, вы же занимаетесь, наверное, Кирилл в группе по немецкому языку с кем-то еще. Да, да. Вот. Может быть, вы... Там, правда, уровень немецкого языка пока что очень маленький. Это третий курс, да? Нет, второй. А, второй курс. Ну, третий курс, может быть, кто-то из ребят. В общем, подумайте. Я, естественно, я, естественно, вам окажу всемирную помощь. Просто я... Мне самому ничего не стоит сделать этот перевод, но, понимаете, это хороший шанс для вас попрактиковаться и заработать себе... Да, поэтому я и хочу попрактиковаться, да. Интересно это. Да, давайте. Ну, я тогда вас беру на заметку еще, если будет человека два-три, там просто легче было бы разделить эту статью на несколько частей, и вы бы за месяц все сделали. Ну, вот, мы вдвое в чате еще заявились, Петр Филатов и я, Петр Зеленский. Ага. Ну, давайте, ребят, тогда я отсканирую этот текст, через недельку вам пришлю. Угу. Хорошо. Вот. Все, спасибо еще раз. Всех благодарю за работу на семинаре. Надеюсь, было интересно и познавательно. И тогда ждите информации от нашего секретаря НИК Финологии Герминевтика Марии Стениной, которая всегда очень оперативно откликается. И вот да, материалы к следующему семинару будут тоже где-то через недельку. запись велась. По желанию я могу ссылочку прислать, когда ее компьютер обработает. Все. Всем хороших выходных. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. 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 Продолжение следует...